Начинаем нашу презентацию. Меня зовут Андрей Елисеев, я лидер сообщества Меркурии. В сообществе я уже 6 лет. И вот скоро будет, вернее, 6 лет. В декабре у меня будет. Я наконец-то нашел дату своей регистрации. И всем могу подсказать такой лайфхак. Можете записать. Для того, чтобы найти дату своей регистрации, кто хочет в сообществе, для этого надо, конечно, знать вашу почту, на которую вы регистрировались в системе нашей EID. И это можно сделать очень просто, оказывается. Раньше у меня не пришли такие мысли. Берете вашу почту и в поиске пишите e-id и поиск. И в самый-самый конец пролистаете, и вы найдете тот первый код, пароль, подтверждение вашей почты, которую прислала система EID. И это и будет ваша дата регистрации в сообществе. И на данный момент, как бы у меня вот 5 декабря, скоро будет день рождения, 6-летие у меня как в сообществе. Поэтому, друзья мои, каждый из вас может узнать эту чудесную дату. Я абсолютно уверен, что эта дата будет знаменательная вашей жизни. Вот. Небольшой лайфхак. Берите себе на вооружение. Вот. Дата регистрации есть в кабинете. Ну, это в кабинете. Регистрации в проекте у вас дата регистрации в кабинете. А дата регистрации в EID совершенно другая дата. Особенно те, кто уже давно. Вот. Тем, кто зашел, конечно, в поток кэш в ближайшие, там, не знаю, пару-тройку лет, те, да, однозначно в кэшфлоу. Вот. У тех, дата регистрации будет в кабинете. Вот. Ну, а те, кто уже давно с сообществом, дата регистрации непосредственно в самой EID. Ну, что, дорогие друзья, сегодня мы великолепно собрались с вами, да, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы услышать ответы на наши чудесные вопросы. И сейчас я хочу представить лидера из моей команды. Это чудесная девушка. Это девушка, которая разбила все шаблоны и буквально за несколько недель сделала себя лидера. И сказала, что я буду развиваться в этом сообществе. И сейчас приветствую. Резидай, если ты на связи, подключайся. Вот. Включай видео, микрофон, чтобы все участники слышали. Приветствуем, приветствуем. Резидай. Лидер у нас второго уровня уже. Уже скажи, с какого ты времени в сообществе зарегистрировалась? Я зарегистрировалась. Всем привет. Добрый вечер. Я зарегистрировалась 30 сентября. Представляете? Чуть больше месяца уже лидер второго уровня. Представляете, да? Что значит хотеть, да? Что значит хотеть? Что значит быстро учиться? Что значит быть успешной? Значит, от слова успевать, да? А успех это что такое? Берешь предоставленные возможности, да? То есть есть возможность. Ты ее берешь и воплощаешь в жизнь. Вот то, что и сделала Резида. Поэтому поздравляю тебя. Это круто, мега круто. Ты настоящий лидер. Вот. Я абсолютно уверен, что на втором уровне ты однозначно не задержишься. И до Нового года мы с тобой побьем еще, еще, еще рекорды. Вот. А теперь расскажи, пожалуйста, свою историю. Как вообще ты услышала о потоках, о сообществе? Может быть, ты не один раз слышала? И как это вообще до тебя эта информация дошла? Вот расскажи свою историю. Да, давайте я расскажу свою историю. Я, меня зовут Резида, город Эжес, Кудмуртская республика, да? Я хочу вам рассказать свою историю, как я попала в сообщество Меркурии. Я, наверное, в это сообщество шла, наверное, своих долгих 49 лет, скажем так, да? Я в прошлом офлайн-предприниматель. У меня была небольшая парикмахерская. Я 17 лет благополучно вела этот бизнес. И все было как бы неплохо, все было хорошо. Но жизнь наша меняется. Я думала, всегда так все будет хорошо. Вот. Жизнь наша меняется. Меняемся мы. Время меняется. Время, можно сказать, беспощадно к нам. И пришло какое-то... У меня двое детей, сын и дочь. Сейчас они, конечно, уже выросли. Но тогда, на тот момент, они были маленькие. И я, как говорю, сначала все было, в принципе, неплохо. Но потом, со временем, пришли большие сети. Тихонько начали заходить в нашу жизнь. Большие сети. И нас, малышей, как я говорю, стали вытеснять. И, конечно, жизнь становилась уже не такая сладкая. И приходилось искать еще дополнительные источники доходов. И в 2011 году, в мою жизнь, пришел сетевой бизнес. Я начала его так тихонько рассматривать. Раньше же как бы у нас в голове были шаблоны. В сетевой это не так хорошо. Надо бегать с сумками вот это. Приглашать людей как бы. Но я, в принципе, да, я строила там команду. Строила себе команду. И в какой-то момент я поняла, мне не хочется делать вот эти лоо, лоо, вот эти тэо. Приглашать людей, кормить, поить. Мне вот это все как бы. Я понимала, что я не хочу затаривать свой дом одной какой-то продукцией. Ну, к тому же, еще у меня была, в принципе, подушка безопасности. Был мой бизнес. И я делала так, ну, шаляй-валяй. У меня все это шло. И как-то тихонечку у меня приходило такое осознание. Ну, то есть я жила. Я просто жила. Но я не понимала, что я тихонько начинаю скатываться в долговую яму. Потому что бизнес не приносил уже тех доходов, которые бы мне хотелось. Надо было обучать детей своих, кормить, поить. Дети растут, потребностей все больше. И у меня начала как бы закрадываться такая мысль вообще продать свой бизнес и начать что-то новое. И какие-то были еще тоже попытки тоже начать новый бизнес в новых компаниях. Это такое тяжелое. Вот я, как тоже оффлайн-предприниматель в прошлом, скажу честно, это вот такое тяжелое чувство. Ты вот взращиваешь свой бизнес, взращиваешь как дитё, да? Кормишь его, лелеешь, заботишься, сотрудников ищешь, их кормишь, их лелеешь, да? И потом в один прекрасный момент ты реально сталкиваешься с тем осознанием, с той мыслью, что ты вынужден думать о том, что надо либо закрывать, либо продавать, либо еще что-то делать. Потому что реально уже нет ресурса. Вот. И в мою жизнь так тихонечко у меня не было каких-то кредитов. Я вот, хотя вот здесь я людей слушаю, их истории, да? Я понимаю, люди рассказывают, они там попали в какие-то сетевые компании, они внесли там большие суммы денег, особенно финансовые компании, да, инвестиционные. Люди просто не понимали, куда они заходили. То есть я хочу сказать, что я столкнулась сейчас с повальной финансовой безграмотностью. Действительно повальной. Не побоюсь, это каждый первый человек. Вот реально, это каждый первый человек на моем пути. Вот. И у меня тоже начались, закредитованность началась, сейчас у меня ипотека. И я сейчас тоже нахожусь как бы в таком финансовом положении, не очень хорошем, да? И пришло такое осознание, что надо в этой жизни что-то менять. И я 1 апреля этого года пришла к такому, что я продала свой бизнес. Я реально продала свой бизнес. И я осталась, можно сказать, я продала его за очень недорого. Я покрыла свои какие-то расходы, я покрыла аренду, которую я должна была отдать. Вот. Те же самые налоги, те же самые кредиты. У меня осталась очень маленькая сумма. И, в принципе, у меня есть люди, конечно, у которых здесь уже пенсия, да? И есть там второй член семьи, который как-то поддерживает. У меня этого вообще ничего не стало. Вообще ничего. У меня осталась какая-то небольшая сумма денег прожить еще один месяц. И за этот месяц что-то себе, что-то сделать. Но я понимала, за месяц очень быстро, с маленькой суммой денег, я ничего такого глобального не построила. И я села так, сама на себя посмотрела. В душе было, чего только у меня не было, да? Я такой же человек, у меня есть такие же страхи, сомнения. И я решила знать, я что себе сказала. Можете себе тоже так говорить. Я так села, сама с собой поговорила и говорю, Резида, слушай. Вот тебе же еще долго-долго-долго жить еще. Тебе еще совсем мало лет. Еще впереди большая долгая жизнь, да? Ну что-то в твою жизнь, наверное, должно прийти. Ну, Боженька же тебя любит. Ну что-то в твою жизнь должно прийти. И реально пришел бизнес. Пришел благополучно мой бизнес. Я, в принципе, в нем работала. Это тоже сетевой бизнес, финансовый, да? И я, действительно, я на нем жила какое-то время. А с какого года? С какого года ты в интернете? В этом году, в этом году, в этом году, в апреле месяце. Да, в этом же году, да. И опять через полгода там начинается немножко, как бы, не то, что немножко, ну, компания, скажем так, немножко закрылась. И я опять, ну, в тот момент, когда я еще работала в той компании, мне пришло вот это сообщество Меркурия в мою жизнь. Но, честно, я не рассмотрела эти возможности. Я, знаете, такой человек сама по себе. Я поперечный, что ли, человек. Я все поперек делаю. Я никогда не говорю сразу «да». Я всегда «нет», «не это не интересно», «мне это не надо». Вот, я была в Меркурии два месяца. Я благополучно нажимала волшебную кнопочку. Я ее не нажимала, ее просто тыкала, бессмысленно, скажем так. Вот. Ну, потом я сказала, мне ничего этого не надо. Все, ничего мне здесь не интересно. Пойду что-нибудь другое еще поищу. И я вообще реально, я все удалила. Я удалила все кабинеты. Я сказала, все, не хочу. Но тут пришла моя наставница и говорит, слушай, Резидан. Вот смотри, у нас там в компании так получилось. Пошли со мной. Я говорю, у меня нету финансового. Я не знаю, что мне делать. Я говорю, я не могу сюда пойти. Она говорит, я тебе денег дам с тобой на одинаковые суммы зайдем. Давай, пошли со мной. Давай, говорит, свою почту. Я говорю, ну, знаете, я тебе сейчас рубль, говорит, пришлю. Мне смешно. Она говорит, слушай, с этого рубля начнется твое, вообще финансовое, твоя финансовая благополучная жизнь. Я говорю, ну ладно, кидайте свой рубль уже. Я знаю, что человек за мной шел. Вот тоже вместе. Она потеряла большие деньги. Да, и я думаю, ну, ладно, я за ней уже пойду. Она кидает мне рубль, и опять у меня это сберкасса. Я говорю, да господи, да была я там уже. Че ты там не видала-то? На катризе, да. Ну, давай, ну, разберись. Что делать? Жить-то надо на что-то. Я сажусь, я как бы умею считать, я просчитывать умею, да, и я начинаю, вот здесь я начинаю тихонько, наверное, врубаться вообще, что происходит и что здесь вообще есть. Я просчитываю маркетинг-план, я реально вижу деньги, думаю, и смотрю, так, мне же уже деньги, я сюда пришла за деньгами, да, я просчитываю, смотрю, 10 человек надо подписать. И все, ты лидер, и у тебя открываются 7 уровней. Я такая, 10 человек, да вообще не вопрос. Я благополучно начинаю людей подписывать, но я понимаю уже, что делаю, я понимаю, что у меня начинает развиваться структура, у меня пошла вниз структура. Но тут я вообще еще как бы втопила, и за неделю я закрываю лидерские. А еще знаете, как закрывала, интересно? Я звоню своему вышестоящему наставнику и говорю. Я говорю, а, нет, еще не так даже было. Мне говорят, Резида, ты понимаешь, что ты вот пойдешь сейчас на лидерский, и тебе надо сдавать экзамены. Но я же поперечная, я говорю, как экзамены сдавать? Во всех компаниях все нормально, ты сделал какой-то определенный объем, и тебе открываются все уровни. Нет, Резида, ты понимаешь, что должна стать финансовым консультантом. Я думаю, ну, в принципе, какие-то знания у меня есть. Думаю, ну, ладно, что будет, то и будет. Ну, в принципе, я, ну, я умею работать, я в обенниках, я знаю, что криптовалюта, я и торгую где-то на бирже. То есть я умею эти вещи, как бы я их понимаю. И понимаю, как работает финансовый мир сейчас уже. К сожалению, не тогда еще, вчера я об этом знала и понимала, да. И я начинаю, ну, я говорю, я иду на лидерский. Мне говорят, Резида, постой, над тобой, над тобой еще никто не защитился. Я говорю, мне все равно, я иду. И все, у меня, я говорю, все, я сегодня подписываю последнего человека, у меня 10 человек, я завтра иду. Мне говорят, ну, подожди там. Я говорю, нет. Все, меня вызывают. Вызывают. Андрей меня приглашает вечером на экзамен. Потом меня Валентин приглашает на экзамен. Я сдаю, все, поздравления, все, я становлюсь лидером. Потом я берусь за своих людей. Я понимаю, я понимаю, как бы, финансовое положение своих людей. Я говорю так, своему человеку говорю, теперь я себя буду лидера делать. И благополучно через две недели у меня появляется первый лидер. Вот. Знаете, я что хочу сказать? Я хочу сказать, у каждого человека в жизни есть предназначение. И когда человек, наверное, найдет свое вот это вот место в этой жизни, действительно, то, чему его жизнь готовила, почему он пришел на этот свет, наверное, в его жизни все будет хорошо. Я вот думаю, что я, наверное, все эти годы была не на своем месте. Я занималась не теми делами, не теми вещами, скажем так. Вот хочу как пример привести. Да, есть люди-целители. Вот действительно есть целители, они за свою работу деньги не берут. Реальные, настоящие целители, которых очень мало, да. Вот на мое, вот мое предназначение – это нести свет в массы, обучать людей. Вот давать вот эту финансовую грамотность. А что это такое, финансовая наша грамотность, да? Это как раз счастливые глаза. Счастливые глаза, ваши глаза счастливые. Счастливые глаза ваших детей. Вы не заезженные мамы и папы, понимаете? Вы действительно счастливые люди. И сейчас, когда я начинаю работать со своей структурой и показываю им такие возможности, понимаете? Вот когда я только начала, я два раза съездила в Татарею, да, у меня там структура за месяц, да. Я поработала там с людьми. И когда вот заходила, да, вот в офис первый раз пришла, вот и с людьми встречалась. У людей, знаете, в глазах реально печаль. Вот они задолбаны вот этой нашей жизнью, да. Да, всем нужны деньги, и все не знают, откуда взять и бояться, понимаете? У них есть страх, и они хотят. И когда реально получаются вот эти результаты, и когда люди видят, что это реально работает, что это действительно так, их никто не обманывает, и здесь легко и просто. А самое главное, у многих не надо никого приглашать, и у них есть результаты. Понимаете, у них глаза блестят. Вот взрослые женщины скачут, радуются, целуют всех, понимаете? Вот это дорогого стоит. Я знаете, как говорю? Я хочу, я хочу, чтобы в моей жизни, в моей жизни, да, было вокруг меня много счастливых людей. Потому что если счастливы вокруг меня люди, значит счастлива я. И я нашла, наверное, свой путь в этом сообществе, да, в сообществе Меркурий, я нашла свой путь. Я думаю, здесь я долго и навсегда. И у меня еще будет очень большая команда, вокруг меня будут приходить очень такие счастливые. Я знаю, что придут еще амбициозные люди, такие же, как я, да. И вот знаете, я просто понимаю, что, вот поймите, да, если здесь есть новички, вот если вас сюда приглашают, вот ухватитесь за эту возможность. Вот просто знаете, почему ухватитесь? Потому что начав с маленькой суммы денег, да, вот с маленькой, вот вообще даже с тысячи рублей, вы окунетесь в такой мир, в такой мир вообще вы получите столько знаний, которых вот вам, вот с вами, вот понимаете, если даже пойдете и захотите чему-то обучиться, да, финансовой грамотности, вы заплатите очень большие деньги. И не факт, что с вами будут лично с кем-то работать и будут вас за ручку водить. Вам сбросят эти курсы, и вы сами будете доходить до всего. Здесь вас берут и, как вот, понимаете, и за руку ведут, и пошагово вам все показывают. И каждый раз, вы, вот знаете, в голове у вас происходит какое-то, не знаю, озарение, что ли, каждый раз. Вы будете понимать, что, вы знаете, очень многие живут, очень многие живут еще в том старом финансовом мире и не понимают, что жизнь, она поменялась. И она под вас подстраиваться не будет. Вы будете под эту жизнь подстраиваться, понимаете? Так лучше сейчас это сделать, вот здесь, в этом сообществе, вместе с нами, чем потом набивать себе шишки и иметь такие же большие финансовые потери, которые когда-то это понесла я. И многие вы понесли, понимаете? Ну, у каждого, конечно, свой путь, каждый должен сам его пройти. Вот. У меня, знаете, позавчера была такая интересная встреча с человеком, ну, совсем не бедным. Он ведет еще по старинке свой бизнес строительный, он строит, ну, большие объекты, цеха, вот такие производственные помещения строят. Я вот ему вот показала возможность, я говорю, вот смотри, вот. А ему, понимаете, пока мы разговаривали, наверное, человек 10 позвонило по работе, вот он весь дергается, вот это надо решить, вот это решить. Я говорю, ну, слушай, вот есть волшебная кнопка. Он говорит, ты всегда мне некогда кнопочку нажимать. Я говорю, ну, ты посмотри. И знаете, что он мне сказал? Вот у меня, говорит, есть двоюродная сестра, что ли, она познакомилась с мужчиной из Алжира. И он приехал благополучно сюда, они хотели создать семью. Но знаете, почему они ее не создали? Он уехал отсюда, потому что я, говорит, не могу вести здесь бизнес. А знаете почему? Он не знает, как деньги перегонять. Вот в чем причина. Я говорю, знаешь, а я знаю, как это делать. И моя семья бы сохранилась, и я бы, говорю, научила. Ну вот. Я говорю, да пошли со мной, я тебя научу, как это делать. Он говорит, нет, мне некогда. Я говорю, надо будет, я приду. Я, говорит, знаю такого человека, я знаю, что ты можешь мне помочь. Я, говорит, заплачу тебе какой-то процент от сделки. Я говорю, окей, не вопрос. Понимаете? Люди не хотят учиться, ну, не знаю. И, к сожалению, это очень большая масса народа, которые не хотят выходить из зоны комфорта. И, наверное, я вам еще хочу сейчас такую притчу рассказать. Она попала с ней вообще буквально недавно, но она реально про меня. Она реально про меня. Вот смотрите, если человек потерял деньги, это не потеря, это расход. Это даже инвестиция. Если ты один раз смог заработать, ты точно заработаешь еще и первый, и второй раз, потому что у тебя уже есть опыт, и тебе уже будет легче. Вот. Если человек заработал деньги и живет себе, иногда Всевышний хочет, чтобы вы перешли. Он хочет сделать вас богатыми, и он хочет, чтобы вы перешли на новый уровень. Например, смотрите, у человека есть магазин, и он в нем развивается, продает одежду, да, и, в принципе, зарабатывает свои копейки и ни о чем пока не думает. Но в какой-то момент приходят такие обстоятельства и ситуации, когда начинаются проблемы и сложности, и человек начинает искать выход, выход, и выходит из своей зоны комфорта, и он становится богатым и успешным человеком. Вот. В моей жизни, наверное, произошло так. Почему? Я, знаете, тоже сидела сама с собой разговариваю и думаю, президент, ты вроде не глупая, ты вроде движевая, ты вроде умеешь разговаривать, ну, все вроде при тебе, но почему в твоей жизни так? Ну, видимо, мне бог, видимо, хотел, чтобы я прошла эти сложности, я много чего в жизни поняла, я много чему обучилась за это время, да, и сейчас я знаю, что в Меркурии действительно я состоюсь, я буду. Я вот, я говорю, у меня сейчас за месяц у меня уже более 40 человек в команде, это действительно результат, это действительно результат. Я теперь уже понимаю, как работают потоки, я могу показать людям выгоду. Вот вы, да, наставники, я понимаю, как, ну, понимаю, что не все работают со своими людьми, да, и не показывают ноги, потому что не показывают возможности, наверное, они просто, наверное, чего-то не знают. Вот. Вот просто вы должны стать, как сказать, вот когда вы приглашаете людей, вы не смотрите на них, как на свой заработок, вот не смотрите, вы показываете людям их выгоду. Вы разговариваете душой и сердцем с человеком, понимаете, люди за вами обязательно пойдут. Но, естественно, изучайте, обучайтесь, вообще считайте. Мы, многие вообще в школе не любили, наверное, математику. Здесь чистая математика. Вот здесь чистая математика, да, и вы должны все просчитывать. Если не можете сами, обращайтесь к своим вышестоящим наставникам. Я вообще, знаете, честно, я себя считала не глупым человеком, да, но я считаю, да, что я вообще благодарю Бога, что в моей жизни вот пришли такие люди, как Андрей. Андрей – это настолько грамотный, финансово грамотный человек, настолько он и человечный человек. И этот человек действительно хочет, вот у него желание, реально жгучее, горячее желание. Он болеет за каждого из нас. Не то, что мы там лидеры, но за всех людей. Он всегда с нами на связи. Андрей, вообще большая благодарность за твои уроки, за твое обучение, за твое еще будущее обучение. Ну, ребята, здесь можно действительно… Вот если вы хотите развиться и действительно повысить свои доходы, и стать, ну, не знаю, стать на другой уровень своей жизни, вы не думайте только о себе. Вы понимаете, что за вашей спиной стоят ваши дети, которые на вас смотрят, ваши внуки, ваши близкие, которым нужна ваша помощь. И поэтому вот вы с такой подачи приходите сюда. Понимаете, у вас обязательно все получится. Вот, и благодарю, и Дмитрия Васадьевна благодарю за… Вот он действительно человек широкой души. Вот такой же, наверное, как и я, который также хочет обнять весь мир. Вот. Гулечка, не знаю, сегодня здесь или нет, мой наставник, которая меня сюда просто за руку привела, затолкала. Вот, Гулечка, тоже большая вам благодарность. Вот. И благодарю свою команду, которая пошла за мной. Вообще низкий поклон, благодарность девчонке. Мы с вами еще горы свернем. Это только начало. Мы в начале нашего большого, грандиозного пути. Всем спасибо. Добро пожаловать. Да, шикарно. Шикарно, шикарно. Классную, чудесную страну под названием Меркурий. И пусть вообще по всей планете уже будет Меркурий. Не только тут вот. В Европе, в России, сейчас на испанской платформе, да. Мы, ребята, будем развиваться. Мы реально только-только взлетаем, только начинаем и набираем обороты. Вот. Всем спасибо. Я рассказала очень интересную историю. Давай теперь тебе задам интересные вопросы. Вот скажи, пожалуйста, как вообще вот у тебя был бизнес, да? У тебя был бизнес по парикмахерской, да, насколько я помню? Да, да. Вот. Как вот вы пандемию пережили? Вот в трех словах расскажите. Жило ли это было? Закрывали вас или не закрывали? Вроде нас закрывали на месяц. Ну, честно, да. Это так, с одной стороны, было классно. Вот честно. Для меня это было классно. Почему? Я перед пандемией освоила новую профессию, да. Я занималась перманентом в это время, звала всех. Давайте я вам буду делать там чего-то как-то. Вот честно, это, знаете, такое спокойствие было. Потому что не было ни аренды. Почему-то в тот момент налоги-то они были, да. Ну, там у меня свои были там. Я такой человек. Я постоянно чего-то новое придумываю. Я же авантюрист, в принципе, по жизни. Вот. Не было ни аренды. Не было вот этих девочек. А знаете, парикмахеры, это вообще, знаете, как они себя называют? Это свободные художники. То есть мы хотим ходить на работу, хотим не ходить. Понимаете? А мне за все надо платить. Я за все отвечаю. Меня вот это ходить, не ходить, никого не волнует. Ты хоть вообще закройся. Понимаете? И вот это вот, не знаю, какая-то... Мне было хорошо. Вот честно, мне в тот момент было хорошо. Немножко просто отдохнуло, восстановило силы, да? Да, да. Я отдохнула от них, от всех. Я всех от них отдохнула. И через месяц нас открыли, и мы пошли опять ОЛГА работать. Пошли, да. Шикарно, шикарно. Скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к потокам? Ты считаешь, это больше как бы инвестирование, да, тема? Либо это все-таки умение взаимопомощь оказывать, да? Либо это еще что-то в твоем понимании? Для меня, наверное, это все вместе. Это и инвестиция, я считаю, инвестиция... Ну, знаете, она какая инвестиция? Как сказать? Она инвестиция... В людей, да, наверное, по большей части? Я, наверное, знаете, как скажу? Это... То есть это, как сказать? Я, наверное, здесь вот... Я взяла свою жизнь в свои руки. То есть не кто-то распоряжается моими финансами, я распоряжаюсь сама ими. Я сама вижу, куда положить, где забрать, как это лучше сделать, понимаете? Я, наверное, считаю, что это... Я не знаю, как сказать. Это моя жизнь, наверное. Я свою жизнь просто в свои руки взяла. Если вот как-то по-простому сказать. Ты сейчас сама себе директор, сама себе бухгалтер, сама себе финансируешь, да? Да. Шикарно. У каждого нашего участника есть свой кабинет. И он немножко так устроен, немножко есть и чуть-чуть от бухгалтерии, да? Туда поток идет, потом туда, потом туда перетекает, тут накапливается, там можно вывести, там это. И вот он как-то немножко с точки зрения финансов он так интересно устроен. Шикарно. Поэтому каждый из нас может развивать свой кабинет так, как он хочет, да? И причем, вот Резида, правильно сказал, у нас нет обязательного приглашения. Мы этот подростковый период уже давным-давно прошли. Вот. Хотите, приглашайте, не хотите, не приглашайте. Вот. От этого математика ваших личных начислений, ну, никак не поменяется. В вашем потоке, как они росли, так они и будут расти по тем уникальным социально-психологическим формулам, которые нами изобретены вот уже более чем 10 лет. И поэтому на данный момент вы можете просто этими пользоваться и, как говорится, приводить свою финансовую сторону вашей жизни в полный порядок, причем своими руками. Через свою голову, что самое важно, да? Меняя что-то в своей голове, своими руками, вы через свой кабинет приводите свою жизнь в полный финансовый порядок. А скажи, пожалуйста, Резида, вот вообще выгодно людям объединяться? О, конечно. В нашем мире по-другому никак нельзя. Только вместе. Только ребята вместе, больше никак. Это однозначно. Потому что, да, на данный момент порознь, порознь мы никто абсолютно. Вы поймите простую вещь, да? Вот весь этот сейчас современный мир, он так устроен, что он внушает нам, что человек человеку волк, потому что это базовая, основная формула капитализма. Темная сторона его, да? Человек человеку волк, религия денег, культ золотого тельца. Вот это то, с чем столкнулся Советский Союз и все выходцы из Советского Союза, да, в свое время. Вот. Это был шок, поэтому 90-е. Поэтому, по сути, одна система перераспределения столкнулась с другой системой перераспределения. Да, и на данный момент был просто стресс один, да? Вот. Ну, мы объединили эти две системы перераспределения и создали уникальную, уникальную психологическо-математическую модель разновременных денежных потоков, которые есть у нас в кабинете как шикарнейшие инструменты, в которых мы вложили десятки систем временных, десятки наших тестов, мостни-сотни наших тестов. И мы можем великолепно этим пользоваться и менять свою жизнь к лучшему. Вот у меня еще отходит вопрос, Реза. Скажи, пожалуйста, вот ты чувствуешь, что многие спрашивают, вот прибыльность, ну, более-менее что-то начинает понятно, а вот что вот риск, с риском что делать? У нас вот рисковые инвестиции, как считается? Или это можно вообще назвать инвестициями? Я считаю, нет, я считаю, что здесь не рисково, почему? Потому что я понимаю, как это работает. Я говорю своим, ну, как бы вообще, кабинет, это вот просто как понять, это как амбарная книга. Амбарная книга, где идет запись, надо же где-то записи вести. Вот. А кошелек наш, Сберкасса, это, ну, как, это обыкновенный цифровой кошелек. Сейчас этих цифровых кошельков много, и весь мир на этом работает. То есть нету никаких банков. Мы работаем с обменниками или друг с другом, вот, то есть мгновенно. Я вообще удивляюсь скорости транзакции, она мгновенная. Мгновенная. Мне кажется, банки так не работают. Здесь вот так четко, быстро, все, ну, просто в этом надо разобраться. Я в этом разбираюсь, и поэтому для меня здесь вообще спокойно, надежно. Ну, я говорю, это на долгие годы. Я думаю, что еще будет что-то, может, какие-то улучшения, что-то еще лучше будет. Еще, потому что я так понимаю, что Меркурий, он еще, можно сказать, хоть ему и 11 лет, но он еще, можно сказать, наверное, в зародыше еще. Потому что только вот это, мне кажется, сейчас вот эта вот массовость, начинается вот эта массовость, начинает народ, начинает идти, и те понимают, потому что понимают, уже устали от всего. Бегать устали по проектам. Вот. И поэтому здесь, здесь очень надежно. И мне кажется, здесь навсегда. Я считаю, здесь навсегда. У нас идеальное сочетание прибыли и риска. Именно поэтому, Резидан, можешь микрофончик выключить, чтобы не фонило? У нас идеальное сочетание прибыли и риска. Именно поэтому на данный момент вы можете самостоятельно вашу стратегию простроить у себя в кабинете. И вы сами можете настроить ее так, как вы хотите. Вы можете сами управлять своими деньгами так, как вы хотите. Каждый ваш наставник, вышестоящий лидер всегда даст вам какие-то рекомендации. На обучениях всегда мы обучаем разным стратегиям. Но на данный момент вы лично, сам себе, через вашу, говорится, амбарную книгу, сам себе директор, правильно Резидан сказал, амбарная книга записей, то есть записей ваших финансовых потоков. У нас не было в школе такого предмета, как финансы. У нас не было в университетах предметных таких предметов, как личные финансы. Это вообще тема личных финансов вообще в образовательной системе, она вообще нигде не поднимается. И это очень большая проблема. А человек потом, представляете, студент какой-то, инженер, допустим, закончил, он выходит в эту жизнь, пошел на работу, и он сталкивается с этой темой, и все, ему всю жизнь надо жить с этой темой. И он не знает о ней ничего, вообще ноль. Это тема личных финансов. Как правильно надо вести, как что откладывать, не откладывать, тратить, не тратить, кредиты, не кредиты и так далее и тому подобное. То есть все начинают учиться на своих ошибках на бум уже в 20-летнем возрасте, когда уже, в принципе, и учиться там многим сложно, уже начинать, как говорится, с нуля. А многие думают, что они вообще все знают. То есть это такой очень интересный возраст, когда кажется, что вау, сейчас я порву весь этот мир. И в этот момент они делают глобальные ошибки до 30 лет. Бам, залазят в максимальное количество кредитов, а потом всю свою жизнь их и отдают. Понимаете, как устроена психология и система распределения той системы, в которой мы, интересно, живем. У нас же совершенно по-другому. Вы сами начинаете создавать себе шикарнейшие денежные потоки. Они все разновременные, они по-разному работают. И сейчас немножко мы о них расскажем. У нас есть всего 17 денежных потоков. Я лично выделил 17 денежных потоков. У вас в кабинете есть 5 базовых потоков и еще 2 вспомогательных потока очень мощной мощности. По сути, у вас в кабинете 7 денежных потоков. И вы можете этими потоками великолепно пользоваться и менять свою жизнь к лучшему. Давай, Резида, немножко расскажем про потоки. Пробежимся просто по кабинету в трех словах про каждый поток. Допустим, начнем со стартового потока. Расскажи немножко, что такое стартовый поток, чему он учит и вообще, как ты его понимаешь? Вы знаете, когда я сюда пришла, для меня базовый был растущий поток. Растущий поток, потом накопительный, который я поняла, и быстрые, супербыстрые потоки. Стартовые я вообще не рассматривала, вообще, я его вообще не понимала. Но мои девочки, пронырливые, мои девочки, которых я пригласила, у меня одна девочка рассчитала этот стартовый поток. Я начала, как бы, визжать в него, да. Я теперь понимаю, вообще, кто сюда приходит, вот, новички, да, рассмотрите его. Он реально, он такой крутой. Он реально, знаете, нас учит. Вот, наверное, как копилочка, что ли, копилочка. Копилочка. Денежку положил, забрал. Опять положил, опять забрал. То есть, я этого никогда не умела. Вот. И сейчас у меня люди все заходят на этот стартовый поток и говорят, настолько круто, такого не может быть. Он реально крутой. Рассмотрите его, наставники вам расскажут про него. Я прямо всем рекомендую там быть. Вот, просто быть там. Потому что это действительно, это путь к вашей финансовой свободе. И очень быстрый, причем. Вот. А оттуда и другие потоки пойдут. Начнете, как бы, раскручивать их. Ну, стартовый поток для меня, ну, вообще, честно, это самый крутой поток. Как-то вот. Интересно, а сколько он работает? Сколько он по времени работает? 5 месяцев. Там 20 взносов. И работает 10 месяцев. Но этих потоков можно запустить неограниченное количество. Неограниченное количество. На разные номиналы, какие захочешь, абсолютно, да? Да, да. То есть, получается, у нас 10 месяцев, 20 периодов у нас. Каждый, один период, две недели. Каждые две недели мы пополняем, снимаем, пополняем, снимаем. И таким образом у нас получается хороший, шикарный денежный поток с прибылью. И каждый раз мы снимаем все больше, больше и больше. Таким образом у нас копилочка наша дает нам все больше, больше, больше. Шикарно, спасибо, классно. А как ты быстрый поток понимаешь? Вот расскажи, что такое быстрый поток и как он работает? Быстрый поток работает 30 дней. Ну, как его? У меня в голове своя математика просто. Я знаю, как его можно крутить с другими потоками. Как он работает? Ну, он работает 30 дней, и выплата у вас идет каждый день равными частями. Вот, с 3000 рублей можно, например, начать сам маленький поток с 3000 рублей, и вам каждый день будет капать 120 рублей, которые вы можете вывести. То есть, я, кстати, заходила, да, вот сейчас расскажу свою историю, я заходила сюда на 3000 рублей, тоже мне тут положили в денежку, и я каждый день нажимала кнопочку, у меня осталось 20 рублей. Я говорю, я вообще не осознавала. Я такая думаю, так, 3000 рублей, 3600 мне придет за месяц. О, думаю, круто, мне говорят, не, не, резида. Потом мне позвонила женщина, я говорю, резида, а ты кнопочку-то нажимаешь? Я говорю, нажимаю. 120 рублей капает? Я говорю, капает. 3600, говорю, накапает, круто. За месяц. Ну, как бы, я думала, что сверху. А она такая, говорит, резида, нет, это не сверху, у тебя просто 600 рублей накапает. Я вроде 600 рублей. Что, мне, говорю, делать нечего, что ли, каждый день кнопку нажимать? Вот это реально, это моя история, это не придумано. Я говорю, 600 рублей в месяц. Она говорит, слушай, а ты каждый месяц склади по 600 рублей, да, ой, по 3000, и у тебя за год-то сколько накапает? 7200. Я такая начинаю задумываться. Ну да, 7200. Это сколько процентов годовых, да? Это много процентов годовых. Я начинаю задумываться. Я задумалась еще, ну, еще один месяц. Кнопочку понажимала. Ну, потом у нас стоя там история. Я, вот, вышла я из системы. Вот. А, когда мне еще она сказала, 7200 годовых, я же, я говорю, я поперечная, я же не задумывалась. Я говорю, хм, какая-то, говорю, финансовая пирамида, говорю, попахивает. Я говорю, здесь работать не буду, и звать я сюда никого не буду. Я вот так сказала. Это были мои слова. Она говорит, да, подтяжка икоренси, говорит, идет. Я говорю, какие ваши икоренси? Вот я вот, это вот, я говорю, это моя история такая же. Я еще хуже, чем, который, может, здесь люди сидят, и еще от некий вот, для меня, чтобы куда-то что-то позвать, это вообще действительно дорогого стоит. Вот. Я думаю, ну, да. Она мне что-то говорит, фонд по 100 рублей принимает, там по 13 рублей мы покупаем. То есть, это вот я говорю, это мое. Это я как сюда пришла. Ну, потом там у нас случилось кое-чего, и я говорю, ай, идите вы все. Я вообще все закрыла. Я все-все удалила. И через два дня я сюда пришла, через неделю лидерски сделала. Это моя история. Вот. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Время свое не теряйте. Вот. Вы все равно сюда вернетесь, рано или поздно. Если сегодня сказали нет, придет такое время, как у меня, вы сюда опять придете, но будете жалеть о своем потерянном времени. А самое дорогое в наше время, ой, время, это время. Ну, вот. Время – деньги. Все время. Это абсолютно верно, да. Быстрый поток, да. Быстрый поток – это деньги на каждый день. И в обычном быстром потоке, который работает 30 дней и выплачивается каждый день, можно открывать на разные номиналы. Там от трех тысяч до миллиона номиналов. Семнадцать номиналов. А супербыстрый поток расскажи, пожалуйста. Ну, вот как я супербыстрый, наверное, его, знаете, для кого можно? Для предпринимателей. Для предпринимателей. Я всегда показываю на миллионе. Это вот, смотрите, у предпринимателей есть такие, ну, в любой работе есть сезонность, да. Тем более мы живем еще в таком регионе, где у нас и зима, и весна, и лето, осень. Вот. И как раз вот, чтобы люди, предприниматели, не ели свои оборотные средства, да. Вот можно положить миллион, например, да. Ну, подтяжка и каренсии идет. Ну, человек примерно за 15 месяцев чистыми забирает 24 тысячи. Он опять их, опять сюда же. За 15 дней, за 15 дней. Да, за 15 дней, да. Месяца за 15 дней, да. Вот. Он опять их кладет, у него опять 24 примерно. И он на них благополучно проживает в то время, когда у него не так хорошо что-то в бизнесе, и оборотные средства у него остаются, у него на кармане. Скажем так. Можно сберечь. Но еще и приумножить, конечно, здесь, благодаря нашим потокам. Мы сейчас с девчонками тоже это делаем. Правда, у нас не миллионы, но мы ими крутим. Вот. Ну, все потоки запускаем. Это точно. Вот секрет успеха в потоках – это именно использовать все денежные потоки. Потому что они разновременные, и каждый поток в разное время будет вам давать разное количество денег. И, скажу вам честно, это дорогого стоит. И вы не будете даже… Многие потоки вы даже забудете, а они бам-вам и капнули, как говорится, да. У нас же потоки, потоки как вода, а вода имеет свойство капать. Вот так у нас и деньги все время капают нам в карман, как говорится, да. Шикарно, да. Идем дальше. Растущий поток. Вот расскажи, ты как-то была влюблена в растущий поток, сейчас ты уже в старт влюблена. Расскажи про растущий. Ну, растущий поток, он, наверное, для новичков, чтобы они немножко прощупали почву. Прощупали почву, посмотрели, как работает система. Я всех первое время заводила на тысячу рублей, как бы, чтобы люди… Сейчас люди уже заходят совсем на другие суммы, да, уже появилась осознанность. Вот. И у меня уже появились знания, да, как это работает. Я могу ответить на многие вопросы. Он идет, этот поток работает полгода, но по факту он не полгода, он пожизненный. То есть с него тоже можно снимать, но там тоже есть алгоритм растущего потока. Он начинается с 0,3% и идет, сложный процент идет каждый день по нарастающей. Ну, там с этим потоком надо уметь немножко работать. Ну, там тоже, в зависимости от вашей суммы, какой вы положили, да, там идет процент доходности. Тоже это людям показываю. Вот, тоже уже. Я, в общем, хочу сказать, что я людям показываю их выгоду. Ну, как я могу, я показываю их выгоду, потому что я знаю. То есть я, ну, я этому научилась. То есть я владею информацией, владею материалом. И рассчитываю, ну, растущий поток он, ну, и с него можно это как деньги тоже, ну, как на каждый день. Ну, да, в принципе, если вы его разгоните очень хорошо, это деньги тоже на каждый день. Базовые деньги на жизнь, это такие крупные покупки можно делать, да? Да, 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 в зависимости от суммы. Их можно разгонять. Ну, тоже здесь, ребята, здесь очень много, ну, ну, много возможностей, много алгоритмов, что ли. Это, я говорю, это математика, это деньги, это вот действительно, это потоки, это крути-верти ими, как хотите. Ну, чтобы ими крутить, надо иметь знания. Которые мы даем, которые мы даем на наших обучениях, да, командных обучениях. Даем разные стратегии. Растущий поток – это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в миллион 375 тысяч, и ваш миллион в 3 миллиона, ваши 3 миллиона в 9 миллионов и так далее, да? До бесконечности. Поэтому на данный момент растущий поток, он и называется растущий. Мы его взращиваем, подкармливаем, и он дает нам свои плоды, как дерево. Вот, вот, посчитайте, что вы заложили сад, да, и сад дает плоды, да, вот то же самое. Чем больше вы его подкармливаете, тем больше он вам дает плоды, на которые можно жить. Вот, это как вот листва с деревьев, вот она упала, да, и она является удобрением для самого дерева. Листва перегнивает, и это является удобрением для дерева, и дерево опять на следующий год дает опять плоды. Вот так же и растущий поток, по сути, да? Часть мы берем, часть обратно вкладываем, вот, подпитывая наше, как говорится, дерево, и которое дает нам опять плоды. То есть вечный, вечный инструмент, растущий поток. Вот, поэтому шикарнейший инструмент, поток, который нужно постоянно взращивать, учит терпение, учит проработки вашей жадности, а это самые, как говорится, два бича бедного человека, это жадность и страх потери. Поэтому жадность и страх потери – это самые вещи, с которыми надо реально разобраться. Это блокираторы прочства вашего финансового благополучия в вашей жизни, финансового изобилия, и это первые две вещи, с которыми нам нужно реально разобраться в своей голове. И интересный еще накопительный поток. Расскажи, пожалуйста, вот все говорят, это деньги на будущее, наш пенсионный фонд. Как он вообще работает? Что надо там делать? Ну, там он идет с минимальной суммы от 1000 рублей. Ну, я как говорю, ну, это деньги на образование ваших детей, на вашу будущую пенсию, можно сделать накопление. Вот. Он начинается от 1000 рублей и от 3 лет. То есть каждый месяц вы пополняете поток на одну и ту же сумму в течение, например, 3 лет. Потом вы 3 года будете получать по 5 тысяч, это с 1000 рублей. Ну, то есть там есть калькулятор, можно рассчитать. Шикарно. То есть есть период накопления, а есть период выплат. То есть если вы выбрали период накопления 3 года, то период выплат также будет 3 года. Вот. И таким образом вы можете спланировать свое будущее, говорится, и использовать. Оказывается, в будущем деньги тоже будут нужны. Да? Мы, конечно, мечтаем о том, что все-таки наша цивилизация пойдет на более гармоничном пути развития, но, как показывает практика, что-то не слишком мы идем по этому пути. Поэтому деньги в будущем тоже будут нужны. Именно поэтому накопительный поток и служит этим шикарным инструментом. Расскажи, пожалуйста, еще один пятый поток. Мы называем его лотереей или поток удачи. Что это такое? Лотерея? Ну, я хотя, вот честно говоря, я не игрок. Я не игрок, я... Ну, это да, у нас есть беспроигрышная лотерея. Покупаете лотереечку. Она там стоит 3 вида лотереи есть. На 100, на 500 и на 1000 рублей. И там есть шикарные джекпоты. Если у вас, например, выпадет 2 номерочка, вы получаете, помню, там 30 рублей, что ли. Но у меня было такое, что... В зависимости от лотереи, в зависимости от лотереи, да? Да, в зависимости от лотереи. Но у меня, вы знаете, честно, я купила лотерею, и там увидела у меня какие-то 10 рублей. Я же тоже 10 рублей у меня каких-то. Я говорю, о, господи, 100 рублей, а 10. И, честно говоря, я забыла благополучно про эту лотерею. Я тоже пришла поиграться. Думаю, есть 100 рублей? Думаю, ладно, попробую. И потом мне Андрей пишет. Да, поздравляю с выигрышем. Я говорю, каким выигрышем? Зайди, говорит, посмотри. Я выиграла 120 рублей. Сейчас опять у меня лотерейка куплена, лежит. Но у меня тут это... Моим девчонкам нравится очень лотерейка. Вот они ее покупают. Все верно. Лотерея, это можно за один день стать миллионером. Потому что у нас в классической лотерее джекпоты мы накопили уже больше 6 миллионов. В голубой лотерее или блю мы накопили уже больше 20 миллионов. И больше 30 миллионов у нас уже накоплен джекпот в золотой лотерее. Поэтому даже если вы не игрок, купили лотерейку и забыли про нее. Она сама за вас сыграет. Так получилось. Кто-то выигрывал, Андрей? Да, конечно. В прошлом году много очень выигрывало. А в этом году ждем. У нас джекпоты прям такие жирные. Их еще не было, скажу честно. Сейчас бьем рекорды. Поэтому кто-то сорвет эти джекпоты. Ждем, как говорится. Все правила лотереи читаем в нашем кабинете. Все написано. Там большая кнопочка правила лотереи. И на данный момент нужно внимательно все изучать ваш кабинет. Если у вас кабинета еще нет, обязательно регистрируемся. Берем ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. И регистрируемся. Вы будете иметь доступ к кабинету. Это вас ни к чему не обязывает. Но вы уже, кажется, будете иметь доступ ко всей полностью информации. И на данный момент будете ее изучать и думать, совершенствовать свои денежные потоки. Если у вас пригласителя нет, то можете написать мне, резиде, либо по списку любому выбирать из лидеров. И, как говорится, напишите, попросите реферальную ссылку. Дальше. У нас есть еще 10 целых вспомогательных потоков. Но это, кажется, позже вы узнаете. Либо можете зайти на мой YouTube-канал. Там у меня есть видео 17 денежных потоков. И посмотрите. Расскажи, пожалуйста, еще про наши денежные и шикарные потоки. Называется реферальный поток. Вот как он работает? Что такое реферальные начисления? Ну, вот реферальные начисления – это то, что мне придало ускорение. Реферальные начисления. Цифры, как их? Как? Ну, тут реферальные начисления. Скажи, вот это бонусы за развитие проекта на данный момент. Наш сообщество не дает рекламы. Наше сообщество рекламы не дает. А весь рекламный бюджет распределяет среди активных участников и лидеров. В виде реферальных начислений в том числе. Поэтому хотите – продвигайте сообщество, оно активно вам заплатит. Не хотите – развивайте свои денежные потоки, наслаждайтесь жизнью. Проблем нет вообще. Реферальный поток у нас бонусов начислений от 2 до скольки максимально процентов? До 12. Нет, нет, до 10. Реферальные до 10 – это лотереи. Да, максимальные у нас лотереи 10%. 7% в растущем потоке, 10 – это лотереи. И дальше 5-3, в зависимости от потока. Еще один есть, это еще не все, а есть еще один шикарнейший денежный поток. Это называется лидерский или командный бонус. Расскажи, как он работает? Почему ты начала строить команду? Ну как, там, во-первых, совсем другие проценты по выплатам, там до бесконечности, там выплаты до бесконечности. Все верно, да. Когда вы становитесь лидером, вы пригласили хотя бы минимум 10 человек, и вам открывается лидерская ветка до седьмого уровня по глубине, непосредственно ваши участники до бесконечности. Вот, поэтому на данный момент, то есть у лидера, это он же человек, который принял решение строить здесь карьеру в сообществе, и он проходит соответствующее обучение, собеседование, сдает у топ-лидера экзамен и, как говорится, приступает к исполнению своих, кажется, обязанностей, помогать людям создавать и развивать денежные потоки. Потому что это очень важно. Резидент столкнулся с тем, да, что люди, они, в принципе, очень малограмотные. Даже сейчас, в наш уже информационный век, казалось бы, да, у тебя много вопросов задают финансового плана? Тут я, по-моему, вопросы задаю, тут не мне люди задают, потому что они даже не знают, чего задать. У меня даже была, я вообще в таком была, честно говоря, в таком шоке, да, встретилась с девушкой, ну как, моего возраста, может, даже помоложе. Да, я спрашиваю, а вообще как-то криптовалюта хоть, ну, понимаете? Она говорит, да, я не понимаю, что такое криптовалюта. Она думает, ладно. Я говорю, а слово биткоин что-то говорит? Она смотрит на меня, я говорю, слово биткоин, знаешь, что такое слово биткоин? Я вообще такое слово, говорит, первый раз слышу. Вы понимаете до какой степени? больше я вопросов задаю а на меня просто я уже учу людей это как ролики ребята молодые записывают подходят кому-нибудь из коммунальной службы спрашивают а что такое биткоин это композитор Иоганн Себастьян Биткоин отлично, хорошо вот уже много лет наше сообщество а это несколько сотен тысяч участников по всему миру в разных странах развивает и инвестирует в денежные потоки вообще почему мы это сейчас мы раньше не называли слово инвестиции потому что сейчас мир очень серьезно изменился и даже вот это само слово инвестиция она тоже уже поменялась и вот любое вложение сейчас это инвестиция вложение времени, денег, материальных нематериальных активов люди вкладывают в картинки NFT миллионы долларов казалось бы, да? что это такое? вообще ни о чем, как говорится или допустим купить ты хочешь купить участок на Луне? может на Марсе? планируешь? я? нет, я не планирую а есть люди да, да а есть люди, они реально то есть инвесторы Марс весь купают режут, пилят его представляешь, да? мы еще там Луну не покорили а уже Марс пилят вот и это инвестиции это называется инвестиции представляете? честно, да я хочу сейчас вот уже сейчас уже за столько за как сказать за прожитыми годами за то, что за моими плечами вот честно, да я знаете, чего хочу? я просто я просто хочу избавиться от всех долгов вот честно, да я хочу просто путешествовать я не хочу заниматься накопительством мне не нужны эти дома куча машин вот честно я этого вообще не хочу я так нажила я просто хочу просто, знаете быть свободным финансово свободным человеком вот чего я хочу я же понимаю эти дома я еще потом буду еще сколько лет это строить это покупать ради детей я не хочу ради детей вот я честно я не хочу я хочу ради себя вот я для себя хочу потому что я понимаю когда я буду ради себя вокруг меня тоже будет вообще все будет отлично. Дети тоже пусть свою жизнь проживают, но и мы, мы, родители, будем уже их учить, чтобы они не повторяли наших ошибок. Чтобы они тоже кайфовали от этой жизни. Потому что я знаю, как это можно сделать. Я хочу жить, я хочу реально жить для себя. У меня дети взрослые уже, взрослые и не взрослые, но уже взрослые. Все правильно, потому что на данный момент статистика показывает, что дети, они не живут в недвижимости. Очень мало, вернее, детей, которые живут в недвижимости. Родители, как правило, они уезжают, и у них свой жизненный путь, и он, как правило, совершенно другой. Поэтому смысл строить ради детей, когда они все равно жить не будут в недвижимости. Получается, ты строишь не для кого, как говорится, для будущих все равно покупателей, которые они все равно купят. Дети продадут и забудут, а ты для них копишь, 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 про себя забываешь. Нет. Я хочу, я поняла, что поймите, вы каждый должен любить себя в первую очередь. Любите в первую очередь себя. Вот когда вы будете любить себя, весь мир тоже будет вас любить. Поверьте. Но мы, к сожалению, любим всех вокруг, кроме самого себя. К сожалению. Так нас учили, так нас учили, что все надо, все всему должны, как бы, вот, но только не с себя. Поэтому нету фундамента, нету фундамента у этой жизни. И мы начинаем строить дом без фундамента. И он постоянно просаживается, постоянно стены кривые, постоянно обваливаются где-то что-то, потому что нет фундамента. Фундамент – это любовь к себе. Но не путайте это с эгоизмом. Это совершенно два разных понятия. Любовь к себе – это забота, это ты реально понимаешь, что для тебя по-настоящему нужно. Ты слышишь голос своего сердца, ты чувствуешь свою интуицию, и этим всем правильно пользуешься. Идешь по своему жизненному пути с улыбкой и с счастьем. Вот это любовь к себе. Не идешь, проживая чужую жизнь, работая на начальника, да, или там, работая на кредиты, да, а ты живешь свою жизнь. Вот. И очень важно на данный момент, что вы сейчас именно услышали эту информацию, услышали о наших денежных потоках, услышали о нашей, я бы сказал, это касса взаимопомощи нового поколения. Именно поэтому наш основатель, у нас нет ни хозяина, у нас нет ни владельца, ни учредителя, у нас есть идейный основатель. Это именно тот человек, который дал нам шикарную идею, направление, он немножко дальше видит того, куда идет наша цивилизация, и мы, как правило, опережаем эволюцию нашего человечества. Давайте сейчас я расскажу, что у нас вообще есть. У нас есть три фонда коллективного самообеспечения, по сути, это касса взаимопомощи нового поколения. У нас есть шикарных два криптовалютно-платежных сервиса по мощности не хуже кошельков Payer. У нас есть своя криптовалюта, причем это не токен, не коин, это currency. Currency – это универсальное платежное средство, это целый комплекс технических мер. И currency мы сейчас только буквально в этом году услышали про currency. Currency у нашего сообщества уже было пять лет. Мы только слышали, что CBDC к центральной банке сейчас массово валом просто вводят электронные деньги по всему миру через Международный валютный фонд, давит на центральные банки, центральные банки начинают продавливать это через правительство своих стран. И на данный момент мы видим, что технологии CBDC массово везде проталкиваются. CBDC – это Central Bank Digital Currency. Вот и всплыло наше чудесное слово currency, как универсальное платежное средство. Наше же currency, E-currency, есть уже более пяти лет. У нас есть свой облачный майник, с помощью которого мы майним нашу криптовалюту E-currency. В будущем окрепшие уже, можно сказать, наши партнеры, инвесторы тоже могут подключиться, взять, приобрести себе майнер и начать майнить E-currency. Дальше у нас есть свой блокчейн с огромной скоростью транзакции. Вы это почувствуете, когда начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, что скорость ваш приятно, реально удивит. И у нас есть, конечно же, наша нейросеть. Мы идем в ногу со временем. Это как раз то великолепное, как говорится, техническое достижение современного века, с помощью которого мы распределяем, очень успешно распределяем по справедливым алгоритмам денежные средства внутри нашего сообщества. Именно поэтому у нас есть вся эта финансовая инфраструктура. И еще много проектов есть у нас на стадии запуска и разработки, дабы, как говорится, вы потянули хотя бы то, что есть. И то, слава богу, разобрались бы в этом. И это очень важный момент. Потому что только один кабинет, чего стоит, и все его возможности. И очень хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, узнали о нашей кассе взаимопомощи нового поколения именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни и жить вам станет намного проще. Именно поэтому мы все объединились и сообщество существует вот уже 11 год и дает возможности каждому участнику сообщества менять свою жизнь, высвобождаясь от финансовой зависимости. Почему мы все здесь улыбаемся? Почему на расслабоне? Почему в чатах сейчас называем друг друга себя счастливыми людьми? По одной простой причине. Потому что нам утром не надо вставать и думать, откуда брать деньги. Вот это дорогого стоит. И что я желаю и вам. Поэтому, дорогие мои друзья, те, кто еще не зарегистрированы, берите ссылочку у того человека, кто вас пригласил, и регистрируйтесь. Это вас ни к чему не обязывает. У вас будет доступ ко всему, ко всей информации в вашем кабинете. Дальше будете держать связь с вашим пригласителем и разбираться в денежных потоках. И денежные потоки это не какой-то маленький проект с так называемой внутряночкой. Это огромнейший мир, огромный финансовый мир, созданный нашим сообществом более чем за 10-летний опыт, за 10-летнюю нашу историю. И это маленькая часть нашего огромного замысла по созданию нашей внутренней экономики и параллельно финансового мира, который придумал Дмитрий Васадин еще много-много лет назад, будучи уже давным-давно финансово обеспеченным человеком. Он это делает для того, чтобы дать инструменты обычному человеку, которому хочет, чтобы он сам себя своими же руками привел на путь финансовой свободы. Вот чувствуете, да? А когда мы сами себя приводим своими руками, мы становимся сильными, грамотными, мы становимся очень компетентными в этой сфере. И, конечно же, со стопроцентной уверенности я могу четко вот сказать, что когда вы разберетесь с нашими денежными потоками, вы можете четко и прямо сказать, что такого проекта у вас еще не было. И я абсолютно уверен скажу, что такого не будет. Вот скажи, Резидар, ты видела что-нибудь подобное в интернете? Нет, я не видела. Честно, я не видела. Вот. И на данный момент я абсолютно уверен, что вы не увидите, потому что по большей части все проекты созданы для заработка денег. А теперь немножко я скажу вам одну вещь, да, которая немножко, как бы, может быть, уши будут резать, да. У нашей кассы взаимопомощи либо у нашего фонда нет доходности. Доходность есть только у участников нашего сообщества. Вся доходность распределяется среди участников нашего сообщества. Для этого и создан этот уникальный инструмент, чтобы нас просто тупо, друзья мои, накормить. Накормить, потому что пока человек голодный, смысл его вести в великое будущее нету абсолютно никакого. Поэтому своими руками человек берет свой кабинет, берет потоки, начинает в них разбираться и сам создает себе финансовый поток, который позволяет ему жить счастливой, финансово обеспеченной жизнью и иметь себе доход. Хочет 10 тысяч в день без проблем, хочет 15 тоже без проблем, хочет 50 и это у нас тоже возможно. Поэтому на данный момент каждый выбирает тот уровень, ставит те цели, которым хочет достичь. Ну что, Резидар, давай мы дадим народу задать вопрос, да? Пускай поспрашивают, кто у нас хочет. Поднимайте руки, жмите на центральную кнопочку. Так, Александр здесь поднимал руки, можете задать вопрос. Посередине у вас центральная кнопочка, жмем руку, поднять вернее руку, жмем ее. Так, слушаем. Прием. нажмите на микрофончик, если он у вас зачеркнутый, то мы вас не слышим. Надо, чтобы микрофончик был не зачеркнутый. Тогда мы будем вас слышать. Я смотрю, в чате бурная переписка идет. Сколько процентов в месяц? Сколько бабла? Давайте, давайте. Друзья мои, это глупо писать что-то в этом чате. Абсолютно. это бессмысленно. Вам нужно зарегистрироваться и начать разбираться. Поэтому сколько процентов в месяц? У нас очень сложные разновременные денежные потоки. У нас нелинейные инвестиции абсолютно. У нас психологические математические алгоритмы выработаны за десятилетнюю историю развития сообщества. Друзья мои, это не теория, это практические инструменты. Поэтому пытаться сейчас в чате что-то выяснить, какая, где, что доходность. У нас столько процентов, столько разных доходностей, только 17 денежных потоков вы можете запустить и причем одновременно, друзья мои. И везде каждая доходность, и везде свой алгоритм, и везде в каждом потоке свой целый мир. И целая стратегия, по которой вы можете развивать каждый денежный поток. Поэтому на данный момент вы привыкли, я понимаю, к какому-то проектику, к какому-то маркетингу, к какой-то формулке, к какому-то процентику, внутри аночки. И вот этот маленький мирок его не надвинуть на этот большой огромный мир вселенной. Он просто порвется на лоскутки. Поэтому берите ссылки у ваших пригласительных. Если нет, пишите мне. Резидент можете написать. Либо там есть в чате в закрепе лидеры. Выбирайте любого. Так, кто подымал руки? Всем здравствуйте. Меня слышат? Здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, да, да. У меня к вам вот такой вопрос. Всем, кстати, добрый вечер. Андрей Резидент, вы крутые. Подача информации и вашей истории тоже крутые. Скажите, пожалуйста, а вот кошелек Сберкасса, можно его скачивать как кошелек Pire, как кошелек Трастварин, или это другая система? Спасибо. У нас спасибо большое. Хороший вопрос. К сожалению, я не вижу ваше имя. Вот. Как-нибудь напишите, чтобы мы к вам правильно обращались. Как вас зовут? Диана. Диана, очень приятно. Диана. Вот. У нас два криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса и Манни Сторож. У Манни Сторожа есть приложение, его можно скачать в Google Play. Манни Сторож наберите, в Google Play можете скачать приложение. У Сберкассы пока нет приложения, и мы пользуемся сайтом мобильной версии, либо версии для персонального компьютера. Поэтому можете зайти на Сберкасса точка сайта и в любом браузере настроить без проблем. Вот. Я лично пользуюсь браузером Puffin. Очень удобно. У меня там все сразу весь список всех закладок. То есть очень удобно, не хуже любого приложения. Поэтому пробуйте. Всем добрый вечер. Пожел 8 минуты сказать. Так, Татьяна, вышла на связь. Добрый вечер. Татьяна, слушаем вас, да? Я же не могу никогда пропустить. Вообще, Резида, первый раз тебя вижу. Великолепно. Вы знаете, я хочу вас от души поблагодарить, потому что каждая презентация, по-моему, у Резиды немножко звук... Микрофон Резиды, выключи пока. Да, пока выключи. Спасибо. Громкая связь стоит, за счет этого фон идет. Да, да, да. Вот. Поэтому я от души благодарю вас. Вот настолько были добрые и сердечные слова и от души. Не просто вот они слова такие, вот знаете, наигранные, Резидан, ну просто я вот горда тем, что сегодня именно ситуация донесена по-простому. Улыбка у тебя просто прекрасная. Андрей, вот с каждым разом, ну ты вообще у нас любимый, публичный публики теперь, да, сегодня у нас было даже 230 человек. И вообще вот информация, когда идет от умных людей, поверьте, она не хвостливая. Когда я работала, мне всегда говорили, чем умнее человек, тем он проще. И это факт. И поэтому все, кто здесь сейчас пишут, кому-то вот доказывают, и я свою капельку внесла, там можно ли миллион сделать. Да можно. Ребята, если вы сюда пришли и задаете, там молодой человек задает, ну я считаю это глупый вопрос задавать, всех терроризировать, все пытаются ему чего-то доказывать, ну не доказывайте. Ну зачем доказывать истину, которая у нас здесь есть? Ну зайдите, зарегистрируйтесь, вас ведь никто ни копейки не возьмет. Я, по-моему, на каждом эфире это говорю. Есть грамотные очень консультанты. Мы все в списке, да, вот Андрей уже вам говорил, пожалуйста, нажмите на ту иконку, которая вам нравится и зайдите, разберитесь, не будоражьте вот это вот, весь этот поток. Ну я чувствую, что все, кто сюда попадают, значит, наверное, была протянута рука помощи, правильно ведь? И Резида об этом говорит. Если вам помогают и если вы сюда зашли, ну откликнетесь хоть один раз, ну зайдите, посмотрите. И вот как Резида говорит, первый раз не получилось, все, хлопнула дверь и ушла. Ну уходите тогда нафиг отсюда. Но вы разберитесь, а потом мурышьте головы и задавайте вопросы. Это не смешно, Андрей, это вам сейчас смешно, потому что вы понимаете, отсюда никто не уходит. Вот у меня тоже развивается команда, поэтому многие заходили просто посмотреть, просто посмотреть и не верили. Но от денег, от хороших денег никто не уйдет. А вот здесь доказывать, что это финансовая система перераспределения денег, я считаю, пока глупо. Человеку доказывать то, чего он не соображает пока еще, не надо. Так вот, поэтому я вас поздравляю, вообще супер, Резида, у тебя был сегодня бенефис, это здорово. Вы поделились такой вот информацией, которая должна дойти до новичков. Ну, не дойдет до новичков, значит, в следующий раз. Поэтому здорово, новички, регистрируйтесь, смотрите, изучайте, не понравится, уйдете. А мы будем жить богато, красиво и, в общем-то, с легкостью. Это здорово, это классно. Все, благодарю вас, спасибо большое. Спасибо, Татьяна, за теплые слова. Шикарно. Хочешь, Резида, что-нибудь добавить? Такие прям теплые слова у Татьяны были? Я благодарю, Татьяна, да, за теплые слова, Татьяну, благодарю. А хочу, знаете, что сказать? Вот человек, да, пусть он пишет, там говорит, пишет, наверное, да, что вот этот свой негатив выливают, ему что-то там не нравится. Знаете, отпустите человека с богом. Пусть он еще шишек набьет. Человек не понимает, что зайдя даже на маленькую сумму, даже на эти тысячу рублей, он столько здесь узнает, он столько поймет, вот он столько, пройдя просто мимо, он ну еще где-нибудь может денег потеряет. Вот он, видимо, уже где-то потерял и переживает очень сильно. Пусть еще куда-то сходит, пусть еще потеряет. Тысяча рублей там не обойдется, а пусть потом пойдет еще на курсы финансовой грамотности, там еще денег заплатит. Только не факт, что его там за ручку кто-то будет с ним теорией заниматься, ой, практикой. Теорию дадут и все. Так что пусть идет мимо. Кто с нами, ребята, тот с деньгами. А кто нет, все правильно. Да-да-да, все правильно. Поэтому он и пишет, не потеряет. Добрый, все хотят быстрее помочь от доброты своей, от душевности. Да не тратьте силы, не доказывайте. Как говорят, не причиняйте людям добра, пока вас не просят. Вот пока не просят, не будем причинять. Когда надо будет, человек сам придет, сам попросится. Смотрите, у меня есть человек в команде, которого сюда звали шесть лет назад. И она сейчас так кусает локти, говорит, если бы я шесть лет назад вот услышала, но я тоже отмахнулась, я бы, говорит, сейчас, я жила бы вообще сейчас другой жизнью. Так что, видимо, я знаете, как говорю, кто сюда попал и кто услышал, его боженька вот сюда в макушку поцеловал. Вот сюда. Ну вот не всем же быть богатыми, надо же нас кому-то обслуживать. Ну вот пусть люди нас обслуживают. Вот и все. Да, иногда бывает такая, не всегда добрая. Вот, Андрей, вот такие мы всегда, так что не надо улыбаться, мы классные женщины, мы сильные женщины, и мы с деньгами, и мы командой держим. Да, если да? Конечно. Хорошо, давайте я вам расскажу народу хоть про макушку, давайте, чтобы уже было проще. Простите, пожалуйста, а можно вопрос? Ирочка, хочешь вопрос задать? Да, Ирина, да, задавай. Спасибо огромное, Андрей, спасибо. А скажите, пожалуйста, с чего выплачиваются реферальные, если в потоке нет доходности? Реферальные выплачиваются с фонда, все вместе. Не совсем поняла, можно поподробнее? Ну, давайте, я как раз хотел народу рассказать определенные базовые принципы, и параллельно расскажу вам про реферальные. Смотрите, деньги у нас проходят три этапа, три самых важных этапа. Первый этап – это эмиссия денег, то есть их печатание. Сейчас эта функция передана центральному банку, а центральный банк по большей части не принадлежит никакой из стран. То есть это часть мировой финансовой системы, и центральные банки каждой страны подконтрольны международному валютному фонду, а тот, в свою очередь, подконтролен Федеральной резервной системе США. Вот таким образом паутина мировой финансовой системы расползлась по всему миру, через центральные банки управляют, по сути, всеми странами. Так вот, есть эмиссия денег. Эмиссия денег – это печатный станок. Мы, как обычные люди, никак не можем повлиять на этот процесс без потрясений, да? Сколько напечатают, когда, в каком количестве, каких номиналов мы не можем повлиять никак, вообще никак на этот процесс, как обычные люди. Дальше следующее. Напечатали, грубо говоря, в кавычках, да? Можно не обязательно печатать, там можно и компьютеры все это дело перекидывать, да? Потом идет процесс распределения. Не просто так на долларе стоит пирамида. Мы живем сейчас в пирамидальном мире, да? А вот вверху, вот доллар переверните, там вот это всевидящее око такое, да? Так это вот как раз те, которые создали мировую финансовую систему. Для того, чтобы понять, для чего людям надо объединяться, надо базу знаний. Почему она мне просто легла, идея Дмитрия Васадина, потому что у меня уже была база знаний. Я уже знаю, что такое мировая финансовая система, еще тогда знал. Я еще тогда все это смотрел и этим интересовался. Поэтому мне просто восхитило, что оказывается, есть человек, который уже делает это. уже просто это делает, да? Объединяет людей, чтобы люди смогли жить немножко другой жизнью. Следующее, это распределение денег. То есть мы их напечатали, следующее, мы их надо распределить. Здесь мы тоже никак не можем на этот процесс повлиять. Мы не находимся среди владельцев банковских картелей. Именно они распределяют денежные средства. Центральный банк передает всем крупнейшим банкам, всему агломерации банковских картелей через банковскую систему. Раньше не было банковской системы до революции. А сейчас она только есть и никаких практически других как бы форм распределения у нас не существует. Только эмиссия сразу же в банковскую систему. Все. Альтернатив нету. У народа нет альтернатив. У людей в этом мире нет альтернатив. Только банковская система. Даже касса, сберкасса, даже еще до революции, она не была банком. Это был совершенно другой финансовый инструмент. Кстати, да? Вот. Изучите историю сберкассы, как она функционировала, ее возникновению, когда это было. Это, в принципе, многое написано у нас на самом сайте, но изучите просто для вашей финансовой грамотности. Так вот, банковские картели через свою сет все это опускают в более мелкие банки. Мелкие банки опускают в микрофинансовые организации, где-то в предприятия. И все это попадает в рынок. В рынок. Это третья часть, где функционируют деньги. Это в рынке уже. Что такое рынок? Рынок – это не акции, не облигации, не недвижимость. Это просто мы с вами обычные люди. Деньги нужны только людям. Это людская игра. Мы ее придумали. И в нее играем. Матушке природе, космосу, солнцу. Деньги нахрен не нужны. Это наша игра. Мы наделили сейчас особенно в наше время деньги каким-то ореолом таким, божественностью. А всего лишь это средство, это средство обмена. Это средство, с помощью которым проще было меняться одним товаром на другой раньше. Помните, вы смотрели сказки русские, когда ярмарки, съезжали со всех деревень, каждый свою телегу вез, и с товаром, товаром повез на ярмарку товар купец. Так и тут. Встречались все эти телеги на ярмарке, народ между собой обменивался. Потом придумали деньги, чтобы проще было обмениваться, чтобы валенки на колбасу сложно менять или на яйца. Сколько валенок, сколько яиц, хрен поймешь. Ну вот придумали деньги, как универсальное средство обмена. Все, ноль. Только универсальное средство обмена. Ничего, золотого тельца не надо из этого делать. Сейчас по-другому. Так вот, деньги спускаются в рынок. Рынок – это мы люди, которые бегаем, живем, уже сейчас живем ради денег, за деньги и так далее. Так вот, и вот только здесь в рынке, а рынок – это большая система перераспределения денег. Только здесь в рынке у нас есть шанс маленький, вот такой вот маленький шанс обыденного человека есть без потрясений. Я опять-таки говорю, без потрясений. Потрясений в прошлом веке хватило. С помощью таких потрясений, как Первая мировая война, революция, Вторая мировая война, репрессии и прочее всякое это наших только соотечественников, только наших соотечественников погибло больше 100 миллионов человек. Понимаете, да? Это только наших, а в мире это еще больше. Вот. Поэтому на данный момент потрясений нам вот так вот хватило. Так вот, без потрясений у нас единственный шанс в системе перераспределений объединиться в уголке здесь, да, в кассу взаимопомощи и помогать друг другу, помогать друг другу, как раньше люди помогали, когда революции помогали, как улицей объединялись и строили дома друг другу. За 2-3 недели хату строили. Понимаете, да? Почему? Потому что люди помогали друг другу. Но в 90-е нас красиво, культурно просто продали. Продали вместе с землей, ресурсами, людьми. И, по сути, мы все резко зашли в капиталистический мир, где деньги это все. И темная сторона капитализма это деньги на данный момент обожествлены. Деньги это золотой телец и без денег ты никто, а с деньгами ты бог. Но на данный момент времени только в системе перераспределения мы создали свою систему перераспределения по другим законам. Мы объединились и взяли все самое лучшее из систем объединения людей Советского Союза. Почему в чате много глупых вопросов? Как вы думаете? Потому что люди не понимают. Потому что люди не жили в советское время многие. Люди не знают, что такое в советское время были черная касса, что такое в советское время была касса взаимопомощи, что такое объединение людей в гаражный кооператив, что такое объединение людей в строительный кооператив. Еще много форм объединения в Советском Союзе даже было. А до революции их еще было больше. Было общинное объединение. В 90-е годы было какое объединение общики да даже даже бандиты бандиты объединялись и создавали свой общак свою кассу с помощью которой они делали какие-то более мощные дела представляете то есть они даже они объединяли ресурсы чтобы помочь друг другу еще больше как говорится сделать что-то где-то по их слогану замутить как говорится да в данный момент здесь совершенно по-другому да мы объединились в кассу взаимопомощи нового поколения и сообщество создало уникальный инструмент виде наших денежных потоков он не сразу создался он создавался постепенно были трудности но трудности сообщества проходило и сейчас успешно уже денежные потоки работают более четырех лет и я скажу вам честно великолепно пройдено и пандемия великолепно пройдено и и все трудности со своего и все это пройдено и идем спокойно уверенно дальше семимильными шагами так вот откуда берутся деньги мои дорогие друзья деньги берутся от нас самих потому что мы объединяем разное количество участников в разными суммами из разных из разных уголков нашей земли в разное время и каждому создаем с помощью наших эволюционно психологических математических алгоритмов денежный поток деньги растянутые во времени то есть оказывается людям людям много денег не надо им надо не так уж и много денег но они нужны постоянно они нужны каждый день и проблемы у людей возникает только тогда когда у них есть кассовый разрыв что такое кассовый разрыв когда вам надо заплатить кредит а денег нет когда вам надо на лекарство а денег нету когда вам надо что-то где-то штраф заплатить а денег нет это называется индивидуальный личный кассовый разрыв лучше же в жизни человека понимаете да так вот берем много много разных людей много много разных денег да в разное время в разных количествах все это объединяется в кассу взаимопомощи и настраивается индивидуальная стратегия этот ручеек у каждого постоянных денег у вас деньги постоянно каждый день вы каждый день нажимаете на кнопочку вы каждый день начисляете себе в своем кабинете по вашему индивидуальному финансовому плану и вы каждый день вы можете сразу же вывести денежные средства из кабинета и применить их себе в жизни представляете да то есть почему вы становитесь счастливее потому что у вас по жизни уже такой факт как кассовый разрыв вообще пропадает вообще его не существует понимаете у вас деньги есть всегда каждый день когда-то 3000 когда-то 5 когда-то 20 в день понимаете но деньги у вас есть всегда абсолютно так вот за счет грамотного перераспределения денежных средств да а что такое перераспределение это означает что нужно распределить каждому участнику в кабинет в каждый его поток по алгоритму его личного и плюс в зависимости реферальные начисления это такое же поощрение системы наш фонд рекламы не дает и весь рекламный бюджет нашего фонда да он распределяется среди активных участников и лидеров вот и все все очень просто вот рекламный бюджет заложен у любого проекта который хочет развиваться всегда но вопрос куда эти деньги в рекламу платятся до яндексу там ли еще куда-то да или блогерам да либо самим участникам так вот наша система уже более 10 лет платим всегда самим своих кормить надо своих людей и платить своим участникам спасибо такой лайфхак вот за этот грамотный анализ финансового потока финансового разбора вот в университетах я знаю о чем я говорю я преподавала в университете поэтому берут деньги а тут вот вы все 200 человек слушаете вот резида тоже с ручкой сидит я тоже с ручкой сижу записывайте восстанавливайте все в памяти ведь финансово грамотный человек это самый умный самый богатый человек вот резида сказала что многие не знают что такое биткойн да это вообще глупости многие вообще не знают что такое биржи не знаю что такое делать я в свое время вот но не буду озвучивать мой возраст а то и так иногда пугаю людей да я думала что меня будет молодежь учить а получается в свой преклонный возраст я со своей головой который здесь еще снова напитываюсь и знаю вот он с андреем мы общались да у меня поток энергии я не успеваю его перерабатывать мозг мой так начинает снова все восстанавливать в памяти я думала я на пенсии буду сидеть и отдыхать да ничего подобного я еще больше этой финансовой грамотности читаю финансовых этих потоков финансовых этих денег перераспределение центрального банка этих денег вы знаете вот все кто сейчас здесь слушает да вы должны по тысячи рублей сейчас андрею скинуться и отправить вот за это я так шучу мы все даем бесплатно вы получили такой урок о финансовой грамотности вы не представляете не пропускайте мимо ушей такие факты не пропускайте спасибо андрей огромное спасибо татьяна за теплые слова и ирочка я надеюсь ответил на ваш вопрос вот объединяя ресурсы объединяя ресурсы мы всегда поможем себе поможем сообществу сообщество поможет нам абсолютно да да многие даже вот кассы делали спасибо большое ирочка многие кассы даже делают своих собственных семьях дорогие мои друзья представляете и вы можете в своей собственной семье сделать свою кассу взаимопомощь можете проэкспериментировать если у вас семья ну хотя бы там 35 человек но уже интереснее где-то от пяти человек вообще чем больше человек тем интереснее поиграетесь да вы просто возьмите тумбочку на и каждый в тумбочку эту складываете а конечно один должен быть там к не знаю кассиром или администратором как амбарную книгу вот как резидент чтобы вел да вот вы начнете п 56 это не не простой вариант extremely бар на книгу пускай в тумбочку вы просто скидывайтесь свободными средствами и потом как бы потихонечку оттуда берите. Потом опять свободными средствами скинулись. Потом опять оттуда берите. И вы почувствуете, что у вас в семье деньги есть всегда. Только единственный момент, надо быть честным. Конечно, туда больше брать и возвращать. Вы можете сами выработать свои алгоритмы, по которым вы можете брать, по которым возвращать. Можете брать и возвращать один к одному. И это, возможно, и хорошо работает. Можете брать и возвращать какой-то процентик небольшой по приколу. Но сложнее будет читать, Но тем не менее, вы это можете сделать своей семье, и это, честно сказать, уменьшит фактор кассовых разрывов. А кассовый разрыв – это как раз тот бич, дорогие мои друзья, благодаря которому многие люди безграмотные накладывают руки на свою жизнь, потому что у них кредиты. Понимаете? А это страшно. Это очень страшно. Если сейчас статистику провести по постсоветскому пространству, тысячи людей ежегодно суицид только из-за того, что у них кредиты. И они не могут их физически выплачивать. Понимаете? А их где-то самооценка, пойти и банкротство себе сделать, тоже не могут, потому что они себя не начнут уважать. И вот они между вот этими… Многие даже не знают об этом, что это возможно. Пойти реально и сделать банкротство там то же самое или еще там что-то. Многие боятся этого. Ну, то есть люди полностью безграмотные. И системе, к сожалению, это не брать какую-то страну. Страна здесь вообще ни при чем. Сейчас уже в наше время никакое правительство страны здесь ни при чем. Общая система глобальная, мировая. Вот вопрос в чем. И не надо винить никаких ни в коем случае ни правительства какой-то страны. Вообще это. Многие правительства сейчас ни по лунту власти не имеют. Потому что через международные валютные фонды все страны сейчас в долгах. Зайдите. Вот я скидывал всем сайт usdebtclock.org. Зайдите на этот сайт и посмотрите мировые долги всех стран. Все страны на счетчике сидят. Все в долгах перед мировой финансовой системой, перед международным валютным фондом. Всех затянули в жесткие долги. Триллионами, миллиардами. Должны каждая страна. А как вы считаете, когда ты должен, ты пикнуть хоть сможешь что-нибудь пикнуть? Нет, не сможешь абсолютно. Поэтому многие и не пищат, сидят в ООН очень тихо и рот заткнувший. Потому что это страна в долгах вся. Понимаете, да? Вот такой в системе живем, господа. Поэтому выбирайте. Хотите жить один сами по себе, живите сами по себе. Это тоже выбор. Если у вас получается, вопросов нет. Но не у всех это получается. Вот у кого не получается, надо объединяться и помогать друг другу. Вот в трех словах для чего касса взаимопомощи. Не просто так в советское время придуман этот великолепный инструмент, который был еще заимствован еще в дореволюционной Российской империи. Это общины. Общинные кассы были. И община уже выталкивала где-то своих как бы талантливых, давая капитал и на жизнь. Вот. И дальше уже они тянули общину. Ну и так далее. Так же вот сейчас общинами живут народы малые на Кавказе, в Азии. Многие общинами живут, продолжают. У них есть общие... Есть старейшины общины. Есть общие капиталы. У них общие общаки есть. И они, как правило, показывают более эффективный эволюционный процесс, чем разрозненное. Нас разделили. Понимаете? Чем разрозненное каждый сам по себе. Потому что каждый сам по себе ничего не может. Абсолютно. Нам вселили, что вселили. И мы поверили в том, что мы друг другу волк. Понимаете? Человек человеку волк. Вот в этом глобальная ошибка. Человек человеку не волк, а друг. Да? Именно поэтому мы можем вместе делать великие дела. Или, например, разделяй и влавствуй. Да, все правильно, Александр. Спасибо. Да, да. Все правильно. Добрый вечер всем. Я требую, Александр. Александр, секундочку. Я в завершение скажу. Андрей, даже обидно. А почему ты наше сообщество? Мы же тоже объединены. Теперь у нас такое сообщество, где мы такие добрые и ласковые. Поэтому мы сильными стали. У нас тоже сообщество. Конечно. Безусловно. Александр, да-то-да. Спасибо большое. У нас замечательные, прекрасные женщины. Всегда яркие, всегда эмоциональные и всегда первые лидеры. Надо немножко разбавить наше общение колоритом, мужским тоже. Правильно, правильно. С одной стороны, жаль, что мужчины не идут так быстро и рьяно, как идут женщины. Это им нужно дать должное. Прекрасная половина человечества. Я хочу несколько добавить, если можно. Еще потом вопросик еще есть. Я хотел добавить статистику мировую. Вы знаете, что Андрей, я имею в виду, я обращаюсь к Андрею. Может, кто-то слышал мне раньше, что я работал на бирже какое-то время, 7 лет. На фондовой бирже, на европейской, на американской, пока не было под санкцией. Потом на криптовалюте. То есть я понимаю, что такое работа на бирже и понимаю, что такое работа с инвестициями, с акциями. Так вот, есть статистика, которую мы изучали. Потому что я тоже сдавал экзамены, прежде чем стать участником биржи. То есть мы должны сдавать экзамены, проходим допуск специальный. Нас допускают в торговле с определенными суммами денежными. Ну и, короче, хочу поделиться статистикой. Значит, биржа открывалась в Японии первая 300 лет назад. И там грамотные люди обучены. Каждый второй японец инвестирует. У них это в норме. То есть они прекрасно понимают, что при рождении ребенка или, допустим, себе на пенсию собрать. То есть у них в порядке вещей. Каждый второй в Японии грамотный и знает, что нужно инвестировать. 300 лет тому назад. Следующий след за ними была Америка. 200 лет тому назад. То есть начали они тоже заниматься инвестициями. Вот есть статистика в Соединенных Штатах. Каждый пятый человек инвестирует с молодым. То есть у них это культура. У них финансовая грамотность вводится еще в школьные годы, в старших классах. Ну и потом уже в высших учебных заведениях. То есть каждый человек, каждый пятый гражданин у них вносит инвестиции с молодым. И теперь статистика по Российской Федерации. У нас биржа начала работать совсем недавно. Всего лишь 25 лет, можно сказать. Ну, пускай округлим давайте. 30 лет. 30 лет как биржа существует. Какое у нас сегодня в сравнении с Японией и Соединенными Штатами. У нас даже каждый десятый не знает, что такое финансовая грамотность и что необходимо инвестировать. Вот люди у нас рассчитывают на пенсии. То есть у нас культура такая финансовая. Грамотность в том, что нужно отработать 30 или 40 лет и честно себе заработать на пенсию. А в результате большая часть населения по статистике не доживает до пенсии. Я имею ввиду преклонного возраста, так скажем. Старшего возраста. И теперь еще хочу сказать по поводу психологического момента. Мировая психология тоже и психотерапевты говорят, что человек, не обладая финансовой грамотностью, он идет на работу по найму. И он продает свою мечту. То есть он складывает руки, так скажем, на груди своей и идет за мечтой работодателя. Потому что человек, который его нанимает на работу по найму, он осуществляет свою мечту. А человек, который нанят ему на работу по найму, вот он осуществляет не свою мечту, а его. Так проходят годы, человек оборачивается, а его мечта неосуществима. Этот момент психологический, он есть во многих головах, так скажем. Некорректно немножко, не могу слово подобрать, немножко волнуюсь, когда в эфире. То есть неправильно расставляют приоритеты, не могут просто, да? Да, в силу нашей воспитанности той, которая нам дана была ранее в советские времена нашими бабушками, прабабушками. То есть это как бы идет от поколения к поколению. Я хочу связать культуру Японии трех сет лет давности и культуру Соединенных Штатов, я имею в виду инвестиций и финансовой грамотности, и нашу на сегодняшний день. То есть у нас совершенно молодая аудитория. То, что я сегодня слышал, говорили, что мы только начали, хотя нам 11 лет. Вот, ну, нам, скажем так, ребенок 11-летнего возраста. Наш Меркурий – это ребенок 11-летнего возраста. И сейчас у нас очень невероятно большая возможность приглашать и знакомить людей разного поколения, молодежи, среднего и старшего возраста, и давать им образование замечательное, экономическое. Тем более, вот, я бы хотел бы, чтобы Андрей, если он может сказать еще о том, что правительство недавно внесли законодательно о мерах привлечения и обучения граждан Российской Федерации финансовой грамотности. Вот, недавно вы опубликовали, помните, Андрей? Это же тоже очень важная информация для нас. Ну, хорошо, хоть лед тронулся. Да, да, так это же здорово. Я бы хотел, чтобы вы или кто-то другой на каждых наших встречах эту вот важную деталь подчеркивали, потому что это очень важно. Я стараюсь подчеркивать, приглашаю людей сюда, объясняю им, что финансовая грамотность очень важна для разных поколений, потому что мы только начали в Российской Федерации. Ну, а сейчас у меня вот вопросик еще есть по потокам. Такой вот вопрос. Если мой партнер зашел в поток растущий, а я еще до этого не зашел в поток растущий, я рефералки получать не буду от своего партнера ниже стоящего? Будете, будете, конечно. Конечно. Если ваш партнер непосредственно в вашей первой линии зашел в растущий поток, то будете так же, как в стартовый, так же, как и в быстрый. Это при условии, что у вас есть быстрый открытый поток, у вас дополнительный день начисления. Если в супербыстрый, то там процент есть, в накопительном там тоже процент есть. Непосредственно ваша первая линия, да. То есть реферальные начисления – это только ваша первая линия. Вот когда вы становитесь лидером, то вам вся глубина открывается. Но он сказал, у него поток не открыт. Какие же реферальные? Надо обязательно открыть? На тысячу, да, открыть? Конечно, надо открывать. Конечно, надо открывать. Но даже если не открытый, реферальные все равно начисляются. Все равно начисляются. Вот. Вот даже вот в этом прикол, вот это прикол нашей чудесного механизма, да. Даже если вы смотрите, друзья, вот особенно те, кто вот претенденты, еще те, кто не открыт. Активировали кабинет. Прикол. Даже вот есть такие случаи, они не так частые, но они есть. Давайте расскажу. Допустим, вы зарегистрировались, да. Вам все нравится, вы разобрались в потоках. Ну, все ресурсы это продумали, но у вас нет денег. Ну, вообще нет. У вас есть потрясающие ресурсы. Вы можете, вы уже знаете об этом механизме. Либо этим можете интересующимся людям об этом механизме рассказать. И вам может пойти реферальные начисления, вот. И вы можете уже с них открывать соответствующие потоки. Представляете, да, друзья? То есть, в принципе, такое возможно, да. То есть, я говорю, это не частая схема, как правило, да. Но такое даже у нас возможно. Даже если вы не открыли ни одного потока, вам реферальные здесь все равно за вашу первую линию оплачиваются. И они у вас в кабинете появляются в виде реферальных начислений. Вот. Единственный момент, что вы их снять сможете, тогда, когда вы запустите хотя бы один какой-нибудь минимальный поток. Вот. И вы сможете их снять и запустить еще больший поток. И таким образом с этого можете начать раскручивать свой кабинет. И можете выйти из огромной финансовой дыры, в которую иногда часто нас закидывает жизнь. Ну, и наше незнание, конечно же. В теме и денег, и своей психологии. А деньги – это психология, прежде всего. Вот. Психология поведения. Вот. Поэтому с вашей первой линии все начисляется. Проблем нет. Конечно же, если вы реально разобрались уже во всем, в потоках, у вас потихонечку строится команда, можете ускорить построение команды. Выдивите уже на лидерские позиции. Пора бы уже получать и командные бонусы. Поэтому я, честно сказать, очень радуюсь за каждого нашего лидера, у которого открываются командные бонусы и у которого появляются дополнительные прекраснейшие возможности. Поэтому, дорогие мои друзья, те, кто будущие лидеры, сделайте максимально все возможное, ведь это не так сложно. Становитесь лидерами и начинайте использовать все максимальные возможности нашего сообщества и кабинета. Вот. И тем самым вы уже начнете более, как говорится, грамотно в вашей команде. Уже возьмете на себя ответственность хотя бы за 10 людей. А ответственность – это сила, вы же понимаете, да? Хотя бы за 10 человек. И вы уже начнете с ними заниматься. Вы знаете, да, главный принцип, кажется, в школе, если у вас был мудрый учитель, он вам расскажет главный принцип. Чтобы понять, надо рассказать другому, да? То есть надо загрузить информацию в голову и выгрузить из нее, понимаете? Вот тогда у вас самая по-настоящему нейронная связь простраивается. Загрузил, выгрузил, загрузил, выгрузил. Положил в поток, забрал. Положил в поток, забрал, да? Вот. И каждый раз, когда вы выгружаете, он все больше и больше можете выгружать. Так же, как со стартового потока. Каждый раз вы, когда берете, вы будете брать все больше, больше, больше. Так же и растущий поток. Каждый раз вам начисление будет все больше, больше, больше давать. Так же и вы. Вот. Если больше начнете обучать других людей, то больше начнете и сами понимать все. И ваше мышление начнется более грамотно развиваться. Спасибо, Александр, очень интересные всегда вещи рассказываете, делитесь с народом, спасибо за вашу мудрость, это реально дорогого стоит. Спасибо большое, Андрей. Ждем вас уже на лидерских позициях. Да, 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 спасибо большое, я ощущаю чувства. У меня еще дополнительный вопрос к этому, вот сейчас начинают у нас уже работать европейская и испанская площадки. Такой же вопрос, вот я еще не зашел, а мои партнеры уже собираются, вот они сейчас зайдут и я рефералки от них получу. С первой линии, конечно, с первой линии, да, получите. Ну да, конечно, с первой линии. С первой линии, да, все, проблем нет. А если у них уже пойдет глубина, то уже с глубины нет. Да, это я понимаю. Это после лидерских уже пойдет, да? Да, лидер имеет в глубину лидерской своей структуры до седьмого уровня, а своей структуры участников, которые еще не лидеры, которые еще просто вот так вот как бы сами развивают свои кабинеты, либо просто один-два человека пригласили на расслабоне, а многие вообще не хотят эту лидерскую позицию, говорит, а нам хватит, мы нарулились в своей жизни, нам просто вот по кайфу. Я буду, говорит, у меня есть такие участники интересные, да, у них уже по 15 человек в команде, но они не хотят быть лидерами. Говорит, нам вот так вот достаточно, нам реферальных хватит, а вот лидерскую лямку тянуть, ну, не хочется мне. Вот, поэтому, говорит, вот ты у меня есть грамотный, вот все рассказывай людям, помоги им дальше обучиться. Самое интересное, конечно же, самое интересное, нужно своим партнерам доносить, что все самое главное, все только начинается именно с лидерских. Это все самое главное. То есть до лидерских мы пока идем по ступенечкам, поднимаемся. Потом же там же на одной лидерской не заканчивается, лидерская два, лидерская три, там пять. Конечно, конечно, конечно. А вот сотый лидерский есть такая позиция? Лидер, нет, просто интересно. Седьмой я уже у вас вижу, а десятый у вас будет? Да, конечно, конечно, конечно. А двадцатый? Скоро десятый увидите, все нормально, вон, Резида обещала, говорит, да, без проблем. Да, есть, максимально, что я видел, ну, пятнадцатый я точно видел, поэтому проблем-то нет вообще никаких. Вот, тут уже, как говорится, вся полнота вашей лидерской ветки, кажется. Ну, и, конечно же, укрепляем свою первую линию, рассказываем. Это наша миссия рассказывать людям, да, помогать кому надо эта информация, потому что чем накладывать руки на себя, вот не знание, что делать, да, лучше, проще в кассу взаимопомощи войти и разобраться в потоках, да? Согласны, Александр? Ну, вот, это однозначно очень хорошее, доброе сообщество, добрая информация. Никто никуда не торопится, никто никого не гонит. Мы только оставим свои личные цели и идем в соответствии с этими целями. Все, не более того. У нас децентрализованное сообщество свободных людей, которые несколько сотен тысяч по всему миру, по всему миру. В каждой стране есть наши участники нашего сообщества. И причем на блокчейне. Абсолютно верно, да, и причем все на блокчейне. Самое главное. Я вот рядышком супруга, она мне спрашивает, чтобы я у вас спросил, хочет она уточнить. Значит, вот я нахожусь на потоке стартовом. На быстром сейчас? У меня не 30-дневный, у меня 15-дневный. Это супер-быстрый поток, это супер-быстрый поток, да. Супруга, значит, у меня на растущем. Вот у нее вопрос. Я на растущем, я еще не зашел и получу реферальные за супругу, так как она... Ну, если она у вас в первой линии, да, то да, конечно. Да, конечно. Если она у вас в первой линии, конечно, конечно. Со всей вашей первой линии вы все получаете во всех потоках, все реферальные начисления. Вот, поэтому в таком режиме. Ну что, друзья, давайте еще вопросы, пару вопросиков, и мы уже... Ого, мы уже 2 часа. Это было как время быстро летит. Друзья, давайте вопросы, спрашивайте, что хотите. Давайте, у вас есть такая возможность. Мы с Резидой чудесно ответим. Наталья, да-да-да. Вечер. Очень такая интересная. Добрый вечер, слушаю вас. Очень нравится, Андрей, ваша подача. Много информации постоянно. У меня такой вопрос, вот он практически похож. Смотрите, я на растущем потоке. Изначально зашла я на быстрый. Вот, потом с быстрого я получила денежки, перешла на растущий. Вот. И сейчас я там развиваюсь, раскручиваюсь. Мой личник сегодня зашел на быстрый поток. Вот. А рефералочки почему-то я с него не получила. Можете сказать? Какой? Обычный быстрый поток? Ой, вот тут я не знаю. Наверное. Вот тут важный момент. Если это обычный быстрый поток, то у вас должен быть открыт тоже быстрый поток. Тогда у вас дополнительный день начисления капает. Если у вас не открыт быстрый поток, а он зашел, то да, реферальных у вас не будет. Такое правило быстрого потока. Если он зашел на супер быстрый поток, то там должна быть реферальное начисление. Поэтому в зависимости от того, какой поток. Почитайте, у вас вкладочка есть в кабинете. Как создать эффективно поток и развивать. Это первое, это по потокам. А вторая вкладочка – вознаграждение за развитие проекта. И вот там проваливаетесь туда в кабинете и находите быстрый поток. И читайте внимательно реферальные начисления за быстрый поток. Там вот один абзац. Но вдумчиво, каждое слово вдумчиво читаем. Если что не понимаем, задаем вопросы к своему высшестоящему лидеру. И все будет хорошо. В данном случае я ответил. Если у вас открыт быстрый поток, и у вас ваш приглашенный человек открывает быстрый поток, то вам плюс один день начисления. При его первом открытии. При его уже втором открытии не будет такого. Но при его первом открытии данного номинала. То есть на 3 тысячи он открыл уже второй раз. Вам уже не будет, даже если у вас. Но если вы открыли на 15 тысяч, и он открыл на 15 тысяч первый раз. То у вас плюс один день начисления. Понимаете, да? То есть это линейные инвестиции. Там короткие инструменты. Поэтому они так устроены. Реферальные начисления в них так устроены. На растущем совсем другое получается, да? Конечно, конечно. У всех реферальная программа совершенно другое. Зайдите вот в эту вкладочку. Вторая красная ссылочка в кабинете. Вознаграждение за развитие проекта. И там написано реферальный бонус. И по всем потокам там четко проценты, условия, все как и что. Внимательно прям прочитайте. Секрет успеха в нашем сообществе – это секрет успеха таких вот людей, которые любят разбираться. Такая въедливость такая. Вот тут про хорошее такое, с хорошей точки зрения въедливость. Будьте въедливым человеком. Не поверхностным, а въедливым. Как юрист. Он каждое слово в договоре читает, юрист. Каждое слово. Так и тут вам надо зайти вот в эту вкладку и каждое слово прочитать, подумать, поняли вы его или нет. Не поняли? Еще раз почитать, подумать. И там все написано. Вот, если уже непонятно, себе пометочку сделали, у лидера спросили. Вот, и таким вот образом, если вы со всем разберетесь, вы везде пазлики в голове у себя простроите, у вас все будет шикарно просто. Благодарю, благодарю за ответ. Спасибо большое, Наташенька, за ответ. За вопрос, вернее. Так, еще, еще давайте вопросы. Анна. Анна, Ростовская область написана. Здравствуйте всем. У меня не вопросик. Я бы очень хотела сейчас поздравить Наталью, которая сейчас задавала вопрос. Она сегодня пополнила растущий поток на 150 тысяч. Поздравляю. Да, и хотелось бы ее поздравить, чтобы она растила свой поток и в дальнейшем, и вместе мы вместе развивались. Она не мой партнер, но очень захотелось ее поздравить. Партнер Эсмы. Поздравляем, Наташенька, это просто мега. То есть 150 тысяч в растущем потоке превращаются во сколько, помнишь, Резида? На сколько процентов? 125. Нет, даже больше, 150, да, 150. 150 процентов. Значит, 150 мы прибавляем, 150 процентов, это получается 300, 350 что ли, давайте сейчас даже посчитаем. Вот, отлично, шикарнейший, правильный заход, абсолютно правильный, и который обеспечит уже до миллиона и немножко останется. А миллион, это полная финансовая свобода, по сути, в растущем потоке, это ваша, можно сказать, такая зарплата. Вот тут вот на этом этапе, когда вы доведете сумму, сумму 3075, да? Ну, так получается. Да, ну все, вот, отлично, хорошая сумма в потоке, 3075, начисление где-то будет ориентировочно около 1500, где-то так вот, чуть меньше может, в день, и это будет постоянно расти и расти и расти, вот, потом до двух дойдет, до двух с половиной, то есть, и на данный момент шикарнейший поток, поздравляю еще раз, Наталья, это просто круто. До миллиона чуть-чуть осталось, поэтому теперь можно грамотно крутить, допустим, накопили там 50 тысяч, вы можете зайти еще раз, потом на 50 можете на жизнь взять, чтобы почувствовать. Очень важно, кстати, брать на жизнь, очень важно выводить, очень важно менять свою жизнь, тогда ваш мозг, ваш мозг поможет вам в этом деле развития ваших денежных потоков. Если вы только будете крутить в кабинете эти циферки, это не работает, работает тогда, когда, и для этого и система придумана, чтобы вы меняли свою жизнь. Очень часто люди, которые доходят до больших миллионов, у них глаза говорят, еще больше хочется крутить, это жадность уже называть, вот не надо, не надо вот этим делом. Мы должны, в идеале вообще стратегия очень хорошая, это там, не знаю, раз в месяц, раз в две недели, из копилочки растущего потока вывести от 30 до 50 процентов. На жизнь часть из них можно опять завести обратно, кратно десяткам можно обратно закинуть. И таким образом, потихонечку поддерживая свой растущий поток, он может работать практически бесконечно. И на данный момент это шикарный инструмент, который просто меняет жизни людей. Поздравляю еще раз. И так, микрофончик включил, кто хотел еще задать вопросы, либо что-то дополнить, пожалуйста. Добрый вечер. Шикарный результат. Спасибо, Андрей, вам огромное спасибо. Наталье, хочу сказать, я скинула в чат, нам сюда такая таблица по как раз репералке. Если вам будет полезно, пожалуйста, возьмите, может быть, еще кому-то. Спасибо за презентацию, отлично. Спасибо большое, Ирочка, спасибо. Хорошо, кто еще? Добрый вечер. Добрый вечер. Это вот Алфиза, я хотела вам задать вопрос, Андрей. Так, по одному. Давай, Алфиз, уступим Алфизе. Пускай Алфиза сначала спросит. Да, слушаю Алфизу. Так, плохо слышно вас, Алфиза. Микрофончик. Да, микрофончик. Да, 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 вот сейчас вроде слышно. Микрофон закрытый. Вот, сейчас я слышу вас хорошо. Включите микрофон. У меня такой вопрос. Почему мы через обменник пополняем сберкассу и потом в сберкассе опять обмениваем на рубли? Можете не обменивать на рубли, сразу платите из кошелька USDT, то есть проблем нет. Вы можете только часть обменять, на которой и каренси купить, вот, а остальное платите USDT в поток, проблем нету с этим. Вопрос в чем? Почему мы пользуемся обменниками или что? В чем вопрос? Плохо слышно, Алфиза. Пропадайте еще раз. Да, да, еще раз. Плохо слышно. Я завела деньги в ТРЦ 20, и Кася затем поменял на рубли, и потом открыла быстрая... Почему мы делаем вот это лишнее движение с этими 20? Мне вот это непонятно. У нас все потоки в рублях, потоки, конечно. Это первый вариант. Второй вариант. Вы можете оплатить, оплатить из потока, набираете сберкассу, на моменте оплаты выбираете кошелек с USDT. На моменте оплаты. Не в рублевый, а в USDT, где у вас USDT. И с него можете платить, прям сходу. Вот, можете не менять. То есть разницы в принципе нет. Меняете вы, не меняете. У нас наши потоки все в рублях. Поэтому та валюта, в которой все потоки. Были бы в долларах, то меняли бы все на доллары. Были бы в евро, все на евро меняем. Так же, как в испанской платформе, либо общеевропейской. Там все в евро. Представляете, мы так же заводим USDT, а потом все в евро меняем. И в общем идет математика начисления в евро, либо в рублях. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, Ильгиз, да, задавали вопрос. Да, вечер, добрый, здравствуйте. Добрый, здравствуйте. У меня вопрос. Ну, я так постоянно в акции проекта не могу. Просто есть для нас такое понятие, как дозволенный доход и как недозволенный. Ну, если я в акции вкладываюсь, там, если компания занимается храмным бизнесом, например, там, табак, алкоголь или всякое прочее плохое, я не имею права туда инвестировать. А если же хорошая компания, как бы, халяльный, как бы, продукт производит и развивается, прибыль растет, и от него, как часть прибыли получает. Это нормально. Зарабатывать своим трудом, как бы, это тоже дозволено, да? И просто вот сейчас, я понимаю, помогать будет, конечно, хорошо, но вот я вкладываю деньги, и своими деньгами кому-то помог. Ну, понятно. А процент, я же получаю, вывожу обратно с прибавкой, а прибавку это? Еще раз не понял вопроса. Резида, может, ты понял? Ну, вот я же, вот, например, если я зашел в поток, да, там, например, 3 тысячи, 5 тысяч, я же обратно вывожу не 3 тысячи, не 5 тысячи, а уже с процентами. Ну, все верно, да. Откуда вот этот процент я хочу? Вот эта прибавка, откуда идет она? За счет перераспределения по справедливым алгоритмам. Вот и все. Если бы у нас в стране было грамотное перераспределение, вы бы уже были миллионером-эллигистом, понимаете? Вот и все. То бишь, я как бы хочу понять, своим участием в данном проекте, получается, я никому не навреду. Абсолютно. Резида, можешь, кстати, ответить на этот вопрос ты в теме? Вы не то что навредите, вы поможете. Мы, я думаю, что он спрашивает, почему столько вкладываем, как бы он положил, за счет чего идет прибыльность? Я думаю, вот это он спрашивает, за счет подтяжки и каренси. Ну, это да. В основном у нас, по сути, если взять, брать с точки зрения как бы мусульманства, у нас халяльный продукт. Почему он халяльный? Он чистый. Потому что мы друг другу помогаем, понимаете? Вот. Это взаимопомощь. Вот представьте, что вы живете на одной улице с соседями, да? Вот. И вы решили помочь другому соседу, да? И вы ему помогли. А он не может вам пока, ну, ответить такую же помощью. Он вам решил хоть чем-то помочь в этом деле и пошел на грядки у себя, не знаю, помидоров нарвал и вам тоже дал. Спасибо, что ты мне помог. И на тебе помидоров. Считайте, что это ваши проценты, понимаете, да? Вот. Потом ситуация поменялась, он уже вам помог. А у вас не было помидоров, вы ему огурцы подарили. Говорит, ну, возьми хоть огурцы. Спасибо, что ты мне помог, понимаете? И вот так вот вы всей улице друг другу помогаете. Понимаете? Это хорошо, мы успокоили. Вот, у нас то же самое, да. Только вместо огурцов, помидоров, либо какой-то физической помощи, мы это все решили упростить, потому что это очень сложный был бы механизм. Мы решили все это сделать уже каждым годами. Какие-то небольшие, пускай маленький процент, но небольшой будет. Поощрение как бы. Ну, ладно, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Молодой основатель сообщества. Хорошо. Ну что, друзья, все, давайте последний вопрос и будем восходиться в этот великий, великолепный день. Всем добрый вечер. Добрый вечер, Леска. Да, конечно. Я просто хотела немножечко, ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо президенту, что рассказала свою историю. Наверняка она так же, как и наши все, столь откликнулась в душе у каждого человека. Было видно, что человек очень переживает, волнуется. Оно всегда так, когда говоришь правду, очень... Не можем мы открывать душу, да, причем вот так прилюдно. И это всегда видно. Почему-то ложь у нас льется всегда из уст более уверенно, да, чем правда. И это, наверное, первое и единственное, что меня привело в это сообщество в начале, да. То есть это открытость и правдивость людей. Огромное вам спасибо за ваш пример, за то, что вы такая целеустремленная, за то, что вы мама, да. Как бы не было сложно, но вы заботитесь о своих детях, да. У меня сама мама троих детей, и у меня оба сына старших уже в сообществе с нами. Вот, я хочу их научить, рассказать. И я уверена, что когда мы, Андрей, с тобой мечтали, что наши дети, может быть, будут жить в другом мире, да. Вот, и когда ты спросил, хотят ли кто-то купить себе поездку там, да, или Луну, или там еще что-то, да, мы уже себе купили планету под названием Меркурий. Поэтому она у нас есть. У нас тоже свое замечательное вложение, которое тоже кто-то подумает, что мы ей сделали вот такую кулку. Ну, ради бога. Для всех новиких хочу немножко разъяснить. Очень естественно, непонятно людям, откуда же, откуда же столько денег, как же это все делается. Людям непонятно, потому что они уверены, что в какой-то момент кто-то там свыше нахапает свои миллионы, заберет и выйдет. Все. И на этом все рухнет. Но их не стоит за это винить, потому что их понять можно. Они уже несколько раз, сто процентов, это все видели, обжигались, понимали. И поэтому сейчас, когда люди душат презентации, либо заходят в гостевой чат, первый вопрос – сколько денег? Все, сколько денег? Сколько вешать в граммах? Скажите нам, с какой процент? Ну, вот так горе проекты нас всех приучили. И очень сложно сказать, что вы попали на другую планету, и вы немножечко тут в невесомости. Разуйте свои мозги, очистите свои души и приходите к нам. Но ничего, я думаю, что все люди, которые почему-то решили, что мы там агрессировали в чате – нет. Просто мы тоже иногда, наверное, устаем, вычините вопросы и уже порой роботизированно на них отвечаем. И кажется, людям, что мы агрессировали. Поэтому я хочу сказать, что в данном сообществе нет этих людей, хапук, к которым мы привыкли в других проектах и вообще в мире. Ну, в нашем, да, который нас окружает. Вот здесь люди идут, чтобы помочь друг другу. Я всегда с огромной радостью открываю новые потоки. Я знаю, вот как людей спрашивали сейчас, да, откуда и как это, что за прибавка. Ну, потому что мне сейчас 40 тысяч не нужны, а они нужны сейчас, всю секунду кому-то другому. Пускай он возьмет и воспользуется ими. А завтра ему не нужны будут, его 45 тысяч, а он их несет в поток, и ими воспользуюсь я. Вот. И поэтому у нас есть огромная-огромная такая кубышка, которую мы справедливо перераспределяем. Никто не берет больше, никто не уносит сюда, все только приумножаем. Поэтому, да, мы здесь надолго. В общем, всем вам огромное спасибо. Новичкам советую прислушаться. И, правда, попробовать вас за это никто не накажет. Спасибо большое. Спасибо. Резида, ну давай, завершающее слово народу, и пойдем в этот прекрасный день. Всем спасибо, что вы два часа провели с нами, услышали мою историю. Да, у меня сегодня был дебют, меня девчонки поддержали. Девчонки, всем большой привет. Мы с вами сейчас еще поговорим, увидимся, услышимся. Всем хочу сказать, не теряйте время, не упускайте возможностей. И всем добро пожаловать на нашу планету Меркурий. Это точно. Здесь как раз то, что делает человека по-настоящему счастливым. А это свобода. Свобода от потрясающей мыслей, которая все время пьет энергию. Это где взять деньги? Вы просто становитесь свободным от этой постоянной, изнуряющей мысли. Вы перестанете думать. Я вот уже не думаю, где взять деньги. Я знаю, где их взять. У меня есть кабинет шикарный, у меня есть кнопочка. Пришел, утром проснулся, нажал кнопочки, у меня уже все, есть деньги, все нормально. Понимаете, да? Так же и у вас будет у каждого. У всех кабинеты одинаковые. Не важно, ты новичок, лидер, топ-лидер. У всех кабинет одинаковый. Ну что, Резида, пару слов еще скажешь народу? Я все вроде сказала. Резида, мы, Резида, вас не только девочки поздравляют, вас поздравляют также и мальчики от всего коллектива мужского, нашего сообщества замечательного. Да, поздравляем с дебютом. Наша прекрасная половина человечества, и всегда я горжусь, что женщины, девушки очень смелые, рьяные, действительно, как говорится, и в огонь в избу забегут, и на скаку, на коня она заскочит. Это правда. Очень большой интерес был у меня сегодня к вашей истории. Мы с супругой вместе. Пока были еще в дороге, потом вот мы пришли уже домой, и у нас все время телефон включен, и вот мы вас слушаем с умилением. Если позволите, я буду вашу историю рассказывать другим людям. Буду делиться. Делитесь, конечно, делитесь. Это наш жизненный опыт. Пусть он хоть и печальный, но это опыт. Наши шишки, пусть другие люди не совершают наших ошибок. А мне очень понравилось, что вы сегодня сказали, что уроки финансовой грамотности вводятся. Это действительно нашему правительству, по большому счету, невыгодно. Невыгодно, чтобы мы были финансово грамотными. Потому что, извините, я раздавал выражение, таким стадом, как говорится, баранов, извините, конечно, но очень легко управлять. Очень легко управлять. Ну да. Греф не постеснялся публично это заявить. И вот в интернете ходят его. Высказывание в открытые. С открытым лицом. Если вы слышали, как Греф выступил на этот счет. Говорит, вы что хотите, чтобы наше общество было грамотным? А как вы собираетесь управлять безграмотными людьми? Вы что, не понимаете? Вы, наверное, слышали его выступление, да? Да. Он сказал, вы думаете, когда люди себя самоидентифицируют. Что такое самоидентификация? Значит, ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, для чего ты родился. Знаешь свои таланты. Знаешь, куда ты идешь. Вот этим человеком очень сложно управлять. А я хочу все-таки Александру сказать спасибо огромное за то, что он с супругой слушает нас, да? Смотрите, как здорово. У некоторых людей... Я не могу без пяти слов тут, да? У некоторых людей кто-то скрывается от мужей, женщины занимаются. Ну, женщина – это всегда изобилие общества и изобилие семейного очага. Она всегда думает, заботится. Мужчина тащит что-то с охоты, а женщина перераспределяет все свои денежные средства, свое имущество, свои... Покушать что-то. Поэтому, вы знаете, очень приятно было сейчас услышать, что Александр с супругой вместе. Поэтому всегда, если кто-то прячется, ну, потихонечку. Выводите своих мужей сюда, жен своих сюда. Вот у меня муж тихоря, я уже рассказывала эту историю, как тихоря подсматривал, месяц подсматривал, и в итоге такой пессимист, такой вот, ну, очень вот этот Сергей подтвердит, какой он был серьезный всегда. Ой, это пирамида, куда ты опять идешь, опять деньги потеряешь. Месяц прошел. Нет, ну, не месяц, где-то, по-моему, дней 25. И говорит, а почему ты всем предлагаешь потоки, а мне не предлагаешь? Думаешь, мне не надо денег? Я говорю, ну, не знаю, надо, не надо. Надо сначала поверить в то, что здесь зарабатывают, а у меня это я уже верю. И вот он самостоятельно же, ну, конечно, при моей помощи, так как я умная женщина, да, вот, он открыл и быстрые потоки, и растущие. Вы понимаете, глаза по-другому начали смотреть на мир. Он знает, что уже может сделать подарок мне, например, на Новый год, причем не просто дешевый, а с тех денег, которые уже идут ему в потоке. Поэтому, Александр, вам просто респект, уважуха, и вообще у вас семья прекрасная, раз вы вместе вдвоем здесь. Правда же, это замечательно. Всех вообще поздравляю с тем, кто сегодня здесь присутствовали и слышали такие красивые слова. Всего доброго. Спасибо вам большое. Очень приятно было вас послушать. Спасибо вам большое. Признателен вам. Благодарен вам. И еще хочу знать, что сказать. Вот у женщин интуиция высокая, работает два полушария. Мужчины, к сожалению, как-то Богом немножко обдалены. У нас работает по-другому склад ума, у нас работает два полушария, а у женщин работает два. Есть такой пример. Когда женщина заходит в дом или в квартиру, или в комнату, да, она обстаматриет моментально все четыре угла, она умеет видеть. А мужчина нет, он целенаправленно, как охотник, только видит через прицел точку. И вот мне супруга говорит, во сколько ты был в проектах, я нигде не верила, что там можно успешно развиваться. А здесь я ее не приглашал, она просто слушала. Точно такая же история, как с мужем вашим. И она говорит, а ты знаешь, вот мне внутри сердце подсказывает, мне вот как вот вдохновляет, как бабочка, вот щитовидная железа называет, как бабочка. Все, я это чувствую здесь, вот да, это серьезно, это вот правда, это надолго, я хочу быть здесь, все. Она приняла решение сама, я ее не втягивал, не приглашал, не навязывал абсолютно, она сама прочувствовала. И всегда об этом говорит, говорит, мы сегодня были в городе, у нас там есть центр торговый, называется Меркурий. Я показываю супруге, говорю, смотри, Лена, наш Меркурий, она, ой, что бы мы делали без этого Меркурия, что это же как новый глоток воздуха, свежий новый глоток воздуха, наш Меркурий. Вот так отзывается, хорошо. Шикарно, шикарно, класс, хорошая история. Роза, а сейчас. Представляете, какое имя величественное, Елена, я вообще люблю имя Елена, шикарное, поэтому просто вам всего самого доброго, Александр. Пусть у вашей супруги денег будет больше, чем у вас, потому что у нее интуиция лучше, потому что у нее мозг работает лучше, и потому что вы ее любите и уважаете. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Я принял решение, когда супруга сказала, я хочу сюда зайти, я говорю, давай так сделаем, ты зайдешь первая, то есть с большей суммой денег, чтобы у тебя быстрее накопилось, чтобы я радовался за тебя. Ну, я хочу, наверное, будет не скромно, но я тоже хочу кое-чем похвалиться. Я по знаку близнецы, по знаку зодиака близнецы, а покровитель наш близнецов Меркурий, мне Господь дал вот этот поток кэш удивительным образом. Меня сюда никто не приглашал, вот Андрей знает. Я юзил, 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 и Господь меня заюзил сюда прямо на вебинар, и когда я послушал, я ахнул, говорю, а где вы были, ребята, раньше? Почему я про вас не знал? Помните, Андрей, я спрашиваю? Да, да, конечно. А вы говорите, а мы уже 11 лет. Я говорю, ого, я не знал, что 11 лет. Вот так. Так что покровитель у меня Меркурий. Я надеюсь, что здесь я быстро разрастусь, построю команду, не одну лидерскую, много-много. И вдохновлен очень сильно, интереснее стало жить, смысл появился хороший. Да, да, вот это дорогого стоит, интереснее стало жить, спокойнее стало жить, смысл появился. И вот это глоток свежего воздуха, вот это вот все участники говорят, вот одно и то же, вот это дорогого стоит. Несмотря на все события, несмотря на все события, доброты-то сколько, что я для своей любимой жены сделаю. То есть этот человек уже финансово знает, что, ой, да здесь же здорово, свои любимые сделают. Ой, ребята, да вам вообще до 9 вечера здесь не разойтись. Сейчас все это будут везде довести. Это вся энергия Андрея. Вот, и, конечно же, сегодня замечательной нашей рассказчице Резиды. Она умница, она такое прошла, вот, и молодец. Она тоже, смотрите, как сомневалась, и все думала, как все мы думаем, вот этим нашим наложенным мышлением прошлого. Ну, да, все, спасибо большое. Пробивается там кто-то. Так, Роза пробивается у нас. Да я здесь уже с горшкой, Андрей, сижу. Да, 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 отлично. Руку машу, машу. Да чего? Резида, ты знаешь? Чтобы крикнуть, чтобы... Слушайте, что это наша Резида. Я ее первый, первый месяц, который она вырастила. Я так ей благодарна. Это вообще респект в процентах. Резида, я тебя очень сильно люблю. Хотя, даже, вот знаете, друзья, это через экран, я не могу вам даже объяснить, насколько это грамотный человек, насколько это открытый человек. И, знаете, мы с ней нашли такие отношения, хочу сказать, чтобы они у нас продолжались. Резида, благодарю, благодарю, благодарю. Это от лица всей нашей команды. Благодарю, Розочка. Спасибо. Шикарно, шикарно. Ну, на этой великолепной ноте, еще раз подравляю, Резиду с дебютом, мы будем расходиться. Хорошего всем вечера. Ну и, конечно же, друзья, до новых встреч в новых эфирах. Следите за новостями. До вечера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok